Девушки отдыхают Наступил 3123 день нашей телестройки Две пары Катя и Юра, а также Олег и Варя с утра заняты сбором вещей для переезда в город К тому же у Олега сегодня день рождения, о чем не забыла его бывшая девушка Катя Колесниченко и с утра подарила ему флакон духов Мне просто плохо без тебя Плохо, одиноко Прости меня, все, что я тебе сделала Мне правда, тебя очень не хватает Мне просто фиширует, думаю, боже мой, ты же Я всегда говорила, фу, малолетка, не надо мне этих малолеток Маленький, вырастешь, подрастешь, посмотрим, поговорим И сейчас понимаю, что вот такая вот правда жизни тоже бывает Я очень часто думала, если бы не случилось того, что случилось Вот просто сколько еще счастливых моментов мы бы пережили Не творили, конечно, ужас, что Жаль, что только все поздно Ну что, что жаль? Что, Олег? Что поздно? Ты же сам тоже головой понимаешь, что тебе было хорошо со мной Было хорошо? То есть так же, как мне, ни с кем не было так хорошо, как с тобой Ты сейчас пытаешься кого-то обмануть, не знаю зачем Тебя точно не обманываешь Катя, я никого не обманываю Сегодня день рождения У тебя день рождения, да? У меня день рождения сегодня, да Всем пофиг Всем пофиг, поэтому я его здесь не праздную, Катя Не всем пофиг, Олег Мне не пофиг Мне не пофиг, хотя я еще когда уходила на дисквалификацию Думала, что прийти бы после твоего день рождения, чтобы глаза мои тебя не видели Да, на тебя злилось, Олег, очень Да, вот у меня такие эмоции вызываешь Ты очень сильный Если злость, то сильная злость Мне было обидно, неприятно Точно так же и ты на меня злился А сейчас мне одно не пофиг Я не хочу больше быть эгоисткой Не совершай моих ошибок Не совершай моих ошибок Твоих точно не совершу Нет Ты чего, Катюнь Это уже чересчур будет Если бы я была злил Ты все равно уедешь, Олег А? Ты все равно уедешь Уеду Если ты говоришь, что нет никакой страсти Никаких, ничего не осталось Просто Это ни к чему еще сказать Почему ни к чему? Потому что Почему? Ну если ты все равно ничего не испытываешь Ну, кто тебе сказал? Ты же только что сказал Я у меня прошли к тебе чувства Прошли Но все равно ты для меня не Я идиотка просто Такая дура, что пришла Вообще в ужас Сейчас очень тяжело Мне тоже, Катюнечка, было Когда-то очень тяжело Аппаратный, когда-нибудь Боже, какая дура Ты мне так быстро стал Вообще таким родным Я так жестоко Вообще тебя предала Очень жестоко Прости Скорая помощь Мы ее вызываем А сейчас скорая помощь Приезжает сама Итак, внимание на ворота Скорая помощь Заезжай Глеб, встречай, цветы Жесть Настя, присаживайся Спасибо Как новенькая Спасибо Давай я как новенькая Слушай, Надька, ну смотри Молодец, хорошо выглядишь Спасибо Кого лечить приехала? Я приехала Скорая помощь Глебу. Еще бы, конечно. Просто я новая частница. Нет, шучу на самом деле. Я правда приехала помочь Глебу. Знаю его, наверное, лучше всех вас вместе взятых. А ты посмотри, Датька. Нет, ребят, мы будем Глеба осматривать. Мы вынесем диагноз и будем вас лечить. Я сам могу назвать все свои моменты. Побежали. Это первое. А второе, на самом деле, мне просто очень симпатично Лера Кашубина. И, опять же, зная Глеба не первый день, зная его от и до, могу ей просто взять ее под свою опеку, помочь ей как-то посоветовать и направить, и дать пару дружеских советов. Молодец. То есть ты добрая фея? Я, да. Нальюх, ты не считаешь, что у вас, у Глеба, не получаются отношения только лишь потому, что он переписывается с тобой до сих пор? Что он советуется с тобой? Я вам сразу скажу, мы не переписываемся, так как Глеб со мной давно не советуется и давно не пишет. Прошло полтора года, очень много чего утекло, и у всех своя жизнь. У Глеба своя жизнь. за которой я сейчас наблюдаю по телеку. У меня своя жизнь, как бы, все неплохо. Но можно внести коррективы. Я тебе скажу, что у Глеба никакой жизни, у него только сейчас глаз загорелся. Вот этим и надо заняться. Как это нет жизни? Неплохой парень, направим. Вот ты говоришь, полтора года утекло, у него только притекло. Он из жира набрал, он не сидит. Вот поэтому будем разбираться по ходу. Я думаю, мой сеанс будет не единожды. Посмотрим сейчас после лобного, что к чему, и там решим. Так все так же самое, Натю. Все так же самое? Натю, скажи, пожалуйста, вот ты как добрая фея, ты вообще видишь вот этого маленького принца и рядом с ним вот эта маленькая женщина. Вот если бы я не видела, я бы, кстати, не приехала бы. Вот я единственную девочку, которую с ним вижу, вот я просто не знакома с ней лично, я видел просто по телевизору. Вот я вижу Леру с ним. Все, я думаю, встреча закончилась на этом нашу. Да, все, пока. Натю, скажи, пожалуйста, а Рязку, ты не видишь, вот сидит Рязка расстроенная в городе, вот видишь, у нее грустное лицо, она уже сразу что-то возмущается там сидит. Ее ты не видишь с Глебом? Ребят, я объясню. Я не знакома ни с Рязкой лично, ни с Лерой Кашубиной, но мне лично симпатична Лера за какие-то свои определенные качества. И мне кажется, зная неплохо Глеба, у них могло бы получиться, просто Леру надо немножко направить. Рязку нет, правда, не вижу. Александр, тебе есть что сказать, да, я так понимаю? И го-го! Да, привет, Поляна, привет, Надя. Привет! Надо познакомиться с тобой, правда, через плазму. Я хочу сказать, Надюш, ну ты, конечно, добрая девочка, и все круто и классно, но просто Кашубина когда-то должна делать здесь все сама. Получается, что ты сейчас своим жестом, своей добротой, просто, получается, спасла ее от ультиматума. Тебе браво! Я тебе могу пожать руку через плазму. Что касается ее... Ну, я думаю, неплохо перед... Если я могу кому-то помочь, если это нужно, это же неплохо. Что касается ее, как бы... Оксанка, видишь, получается, что ей помогают, у нее и есть друзья, а у тебя, получается, некому помочь, и тебе надо думать сама за себя. И это, к сожалению, ты подумай лучше за себя, чем за нее. Давай сейчас, Оксанка, сейчас про нее, поэтому сейчас мы вот и продолжим. Глеб, вот смотрю на тебя и сам радуюсь. Да, я рад и вид, что... А ты чего, что ли? Да я вижу. Может быть, вопросы позадаем, ребят? У меня как много? Есть вопросы? Да, давайте. Не надо. Давайте начнем с Михаила Терехина. Нет, я, знаешь, что хотел спросить? Я видел это, найденный коммент в соцсетях, который говорит, говорил, Лера делает такие же ошибки, как и я в свое время. Расскажи, какие же ошибки она и ты допускают. Объясню, мне кажется, не очень корректно будет на лобном месте. Говорит, мне кажется, сначала нам нужно с Лерой пообщаться. Но это будет правильнее просто. Тогда расскажи, какие ты ошибки допускала. Я допускала, я слишком много давала Глебу внимания, не прощала. Ты какие-то вещи проглатывала, а нужно быть немножко жёстче. Нужно в первую очередь любить себя. Слушай, я тоже признался, что Казлина там была, тебе рассказывала о Гипаловой? Нет, потом поговорила. Мне тебе вопрос задать. А тебя это очень волнует? Да. Извини, Глеб, нет. Извини, Глеб сейчас задает вопрос Самсонов. Алексей Самсонов. Сейчас задашь, что... Надь, через сколько ты готова заселиться за Глебом? Я не готова заселиться, у меня есть личная жизнь, ребят. Если вы думаете, что там я прошла к Глебу, нет. У меня всё нормально, у меня есть... Моё сердце не свободно, у меня есть молодой человек. Я просто к вам в гости. Глеб, тебе вопрос. Нет, почему? Сразу нет вопроса. Глеб, давай так. Я тебе задам вопрос. Готов ли ты отбить Надю у молодого человека? Нет, не вопрос. Чтобы её сердце было заполнено только тобой. Нет, не надо отбивать, всё нормально. Тамара Петровна как дела? Татьяна Петровна, спасибо. Зять бывший. Не надо об этом. Мама. Ладно. Может быть, у Леры Кашибиной есть вопрос к Наде? У меня, если честно, до речи пропал. Вот. Ну, я думаю, сначала надо, наверное, познакомиться с Надей, поближе пообщаться. Так, сходу, как-то какие-то вопросы конкретные задать не буду. А ты не боишься, что вот Надька сейчас пришла, вот я тебе помогу, третий десятый, а сама тихим сапом, тихим сапом и подволосатая крылышко Глеба? Раз. Я думаю, что Надя уже дала конкретику, что её сердце не свободно. Ты знаешь, мы Надю как раз таки запомнили. По её конкретике она всегда говорит, вот честно, нет. Честно не буду встречаться. Я понимаю, вам Глеб надоел, вам уже хочется хоть кому-то пристроить, но есть более достойные девочки, чем я, я вас убеду. Это кто? Лера Кашибина. Лера достойнее, чем ты? Короче, Глеб, тебя осталось только выбрать. Кто? Кашибина, Надька или ещё девчонки. А мы идём в дом пить чай, поэтому... А, сортика! Я принесу. А ты должен был сказать, моя Надя приехала. Здорово, Глеб, я так радостная. Привет! Привет! Моя Надя, а царёв на Надю тоже положил глаз. Здорово, что ты ручка. Простите, Глеб Викторович, здравствуйте. Давайте официально поздороваться. Да давай, ну что такое у меня это? Нет, сто лет не видела просто. Что, при этом не передавала только? Так, иди, да. Да нет, я вот так, если спроси, пожалуйста. Ну, спрашивай. Давай я с Лерой поздороваюсь. Подожди, привет. Найдём. Лера. Будем дружить. Есть о чём поговорить. Да я даже так думаю. Тебя что волнует, это моя жизнь? Я же в твою не спрашиваю. Ну, интересно. Глеб, по кем твоё сердце знает? Ну, кроме Веры Брежневой. Ну, Вера Брежневой только. Всё, да? Больше нет любви. Не, ну, серьёзно. Вот тем, кто на аватарке. Глеб, ну, чёрно скажи. Тебя почему это волнует? Потому что он, я тебе писал в сообщении, почему. Я тебе объясню, что есть люди, которые очень умеют сильно любить. Тебе, видимо, это не дано, Глеб. Надь, ты не боишься, что это получится из отряда медвежьей услуги? Потому что я, вот честно, давно такого Глеба, Глеба таким не видела. Медвежь, я думаю, что это. Нет, это не по отношению к Глебу. Нет, просто так обрадовался. Глеб вот был какой-то грустный. Я же ему не постараюсь. Такой субъективный. А то. Глаза за голову. Малыш. Всё такое же, блин. А то. Закончательно про Лерку забыли. Заходит Колесниченко. Начинает советовать сюда. И начала мне рассказывать про то, что у неё там она жалеет обо всём. Она хочет вернуться ко мне, скучает по мне. Как ей всего этого не хватает. Вот. Мы тут от такого плана были разговоры. Ничего. Я просто не понимаю, что ты нахер, а мне что-то ходит в доверие, втирается, общается со мной. Подойди, скажи мне. Ну, поговори, если тебя это трогает. Я в шоке просто. А? Маисюня, пожалуйста, вечер свери. Нет, нет, духи дай, Маис. Варь, духи, Варь. Новую, Куря. Ты что, сучка, не поняла, что ли, или что? Веди себя нормально, Варя. В башком неси её, эту банку надо. Варя, Варя, Варя. Ты что, тебе не имётся, тварь, или что? Варя, 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 Варя. Сука. Варя, ты что, Варя? Я тебя зашибу, в свою страну, понимала, что ты идёшь? Ты что, ты что делаешь, Варя, алё, ты что? Поняла меня? К нему ещё раз, когда идёшь, и ты... Ты что, Варя, 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 Варя. Подарок, который ему подарил подарок, это я. Не могу уживать. Подумайте о чём-нибудь приятном. Да. Ну, например, о море. А чему кто-то освежитель воздуха пользуется? Спокойно. Это у вас самый приятный момент? Нет, про море, не, ништяк. Я с друганами на японском автомобиле еду, у нас пять человек в машине. Вот я вас трогаю по голове, как у вас ощущения? Мне очень сильно нравится. Нравится? А если я ноготочками? Вот ноготочками я вообще обожаю. Если ещё когда спинку затрогну... А если по спинке поглажу вас? Я буду счастлив. То есть женщина с таким отношением к вам, вам приятно? Ну, вы что, конечно, когда вот так вот прям... Что вы хотите от такой женщины? А можно вторую ещё ногу, можно, пожалуйста, вот... Ногу или руку? Ногу руку, вторую руку, руку тоже голову, вот голова. Что бы вы хотели? Офигенно, офигенно. Я бы хотел прямо сейчас вот с этой девушкой прям заняться любовью. Отлично. То есть вас возбуждают такие действия? Мне очень это нравится, да. Скажите, пожалуйста, внешность... Вы думаете в этот момент о внешности? О внешности думаю. Думаете, что вы думаете? Я же видел вас и... Ну, представьте, что вы меня не видели, просто отталкиваете от ощущений. Ну, в данном случае, как бы, только я могу говорить о руках, потому что я же чувствую... Может быть, массаж лёгкий? Вот, да. Как вам? Ой, как офигенно мне. Вам нравится? Мне очень нравится. Вас это возбуждает? Ну, мне приятно, в принципе, прикольно жить. Как это смысл? Приятно? А? Ну, тогда я просто продолжаю массаж делать. Да, делать? Сделать массаж, продолжаю вам. Давайте делать, конечно, массаж, это супер. Ну, да, да, да. Ну, это приятно. Вот, да, вот так вот хорошо. Прямо... 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 А вы в челках, доктор? Это мне очень нравится. Это хорошо. Слушайте, доктор, мы можем действительно просто выключить свет. Это как-то, ну, в чем уже есть, вот это ждет. Долгие люди, как бы, я так особо не люблю. А девушка насилищая, вы не знаете, как доктор? Что? Что значит, доктор? Может быть, надо посмотреть, может быть, доктору плохо? Врач! Девушка, давайте это... Ну, вы действительно, вы просто сейчас видите все. Просто успокойтесь. А с доктором все хорошо? Врач! Доктор! Ну, так мы что, может быть, отходим в маленькую комнатушку? Нет? Девушка, вы хотя бы как-то... Давайте, знаете как, идем в маленькую комнатушку? Вы мне вот так вот два раза по груди не идем один раз. Давайте. Идем в маленькую комнатушку? Идем? Пойдемте. Давайте, конечно, отходим в маленькую комнатушку. Так, ведите, ставьте меня в маленькую комнатушку. Так, 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 так. А вы почему молчите? А вы, походу, уже не доктор, да? А, ну действительно, вы как вот такая не очень высокая стоп. Так, где эта командушка маленькая? Так, давайте, 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 аккуратно, давайте, так, давайте, так, ага. Так, 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 так. Проходим, так, тут можно уже. О, такая замечательная для надушки. Закрывайте дверь, что я буду делать теперь, получается. Так, у нас вот существует некая проблема. Одна замечательная. Сейчас мы ее лишим просто. Да, как вы думаете? Ну, что же делать? Камера, камера, камера. Ну, что? Ну, и что, в порядке, в смысле? Да, ну да, да. Ммм, ты что, твоя? Глеб! Глеб, нет! Нет! Что, нет-то? Я тебя лучше хочу, но я не буду. Так, а в чем проблема-то? Ну, когда будешь относиться к ней нормально, когда ты не решила? Ты что, в смысле, роковая такая, в смысле? Что ты сейчас это не думаешь? Что за разговор? Сегодня у меня день рождения. Единственный подарок в виде духов был мне сегодня. И Варе запах не понравился, она его разбила. Ксюша Бордина, мы у нее тебя узнаем, почему она это сделала. Итак, давайте, в принципе, выясним вообще, да, потому что у Варе, собственно говоря, есть Глеб, у Майами есть Катя. И все, на самом деле, очень усложнено, ребята. Хочется определиться вообще, зачем это все. Я не понимаю, почему ты говоришь так, что у Варе есть Глеб. Глеб дарит салюты, песни сочиняет про Варю, дарит ей кофты, которые она принимает. При этом у нее есть мужчина, с которым она живет, полноценной жизнью. Но, извините, если вы это дозволяете, то, получается, у нее есть Глеб. Соответственно, с тобой та же история. Катя сегодня дарит тебе духи, все дела. Ксюша, я с тобой полностью согласен, что во всей этой истории и во всех этих ситуациях спрос с меня. С Варе его нет, потому что, да, у меня такое отношение к этому кофте было. Вот такая реакция у меня положительная. Потому что изначально я Глеба не воспринимаю как конкурента, как человека, который может добиться мою девушку. Ну, потому что я знаю. Во-первых, Варя неоднократно ему говорила. Во-вторых, просто я знаю там... Мало ли, женщины могут сто раз сказать нет, а на сто первой стас. Ну, вот так вот. Я вот уверен. Давайте спросим теперь Катю Колесниченко. Хочется узнать у нее, к чему были сегодня эти слезы? Я не знаю. Я посчитала, мне самой было приятно поздравить Олега с днем рождения. Что такого? Я не дарю никому просто так подарки. У человека день рождения. Человек мне не безразличен, как я призналась, уже долгое время. Тяжело было это говорить, поэтому и слезы нам все тяжело. То есть в это время ты продолжала чувствовать что-то коллегу? Да, и всячески упиралась, и пыталась обмануть всех вокруг и себя в первую очередь. Почему у вас сегодня произошла потасовка с Варей? Потому что кому-то мало лет, и кто-то не умеет сдерживать свой пыл и ноги. Я не знаю просто... Катя, объясни мне, пожалуйста, вот для того, чтобы что-то оценить, нужно это что-то потерять. Я правильно тебя поняла? То есть ты дождалась момента, когда Олег с Варей собрали все свои вещи и решили, собственно говоря, переехать и жить отдельно. Ты решила заявить о своих чувствах. Ты что считала, что Олег скажет, а, да, прикольно, ну все, тогда чемодан разгружаем, я остаюсь, а как бы Варя пока. Нет. На что был расчет? Четко поняла я, что действительно я не могу с этим справиться. Когда я вернулась в периметр после своей дисквалификации, я поняла, что я по Олегу соскучилась. Но опять же гордость или какая-то гордыня, я не знаю, принципы мне не позволяли в этом признаться. И вместо того, чтобы улыбнуться и начать любезничать, я стала говорить гадости. Специально ругаться, чтобы не поддаваться на эти чувства, на эти эмоции. В то время, как Олег был достаточно нормально расположен к общению, и в принципе я понимала, что долго я так не протянула. И я стала намекать как-то, может быть, не знаю, Олег видел, не видел. Но неожиданно они с Варей сошлись, и что самое ужасное, Варя как-то приблизилась ко мне, сдружилась со мной. Получается, картина действительно не очень лестная. Вот, но а что мне было делать? Как-то я не знаю. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Олег, скажи мне, пожалуйста, а ты чувствовал этот флирт со стороны Кати? Как такового, откровенно, флирт я не чувствовал. Я замечал какие-то взгляды элементарные, но я особо не хотел думать, что там прямо вот что-то в этом есть взгляд. Мне казалось, что это очередная игра со стороны Кати. Вот, хочется спросить, потому что Катю очень часто обвиняют в театральности. Вот как ты считаешь, это очередная пьеса со стороны Кати? Ксюш, я тебе просто скажу так, когда пошла слеза, честно, я поверил. Тогда у меня вопрос к вам обоим, и к Олегу, и к Варе. Да, Катюш, сейчас, секундочку буквально. Вот объясните мне, пожалуйста, только честно, пожалуйста, не надо сейчас говорить, мы такие крутые там и все дела. Глеб и Катя представляют какую-то угрозу для ваших отношений? Я говорю, нет, сто процентов. Ты не вернешься к Кате? Я не вернусь к Кате. Хорошо, ты будешь общаться с Катей? Конечно. Почему ты тогда Варе запрещаешь общаться с Глебом? Олег, тебе важно, что мне приятно, а что неприятно? Конечно. Мне неприятно, если ты будешь с ней общаться. Можете попросить, что ты с ней не общался? Что? Ну, это общение просто на дружеской волне. Меня с Глебом тоже, извините, не на постельной волне, у меня тоже с ним на дружеской волне общение. Ты все-таки запретила общение. Я с тобой согласилась. Олег, мне неприятно. Хорошо, я тебе скажу так, я не буду запрещать тебе общаться с Глебом, не буду, честно. То есть тебе важнее общение с Катей? То есть мне от Катей не откажусь? Нет, нет, общение, ты сама говоришь, что у вас не постельная тема, понимаешь? О, у вас. Поэтому, собственно, я тебе говорю о том, что если ты хочешь общаться с человеком, который меня оскорбляет, это чисто на тебе. Нет, хорошо. Тебя Катя никак не оскорбляет, понимаешь? Но мне неприятно общение. Поэтому я тебе говорю о том, что я с человеком не могу прекратить общение просто потому, что тебе захотелось, так же, как я тебе сказал, типа с Глебом не общался. Нет, мне просто неприятно, чтобы ты с ней общался. Я тебе говорю, что у меня... Потому что, как каждый раз, она будет подходить к тебе и говорить, она будет получать по свету поры лопезианными, и я обещаю. Мне кажется, что достаточно того, что я сказал, что Катя не угроза для наших отношений. Этого предостаточно. Глеб. Я пользуюсь моментом. Хотел бы сказать Екатерине Красневиченко огромное спасибо, что сегодня она поздравила Олега, потому что я очень рад, что наше общение с Вагой продолжится, потому что я... Нет, тут ничего смешного нету, просто я действительно как бы мне... Я хочу продолжаться общаться с Вагой. И как бы спасибо, Олег, тому, что опять ты себя показываешь с лучшей стороны, как бы и у меня всё происходит, как и происходит, без всяких изменений. Поэтому спасибо, Олег, тебе. Надежда Ермакова сегодня организовала свидание для Леры и Глеба, с которого сама удалилась, но пока осталась на проекте. Не знаю, мне кажется, у них могло бы получиться при другом подходе Леры к нему. Но вот Глеб все ходят, он считает почему-то не так, хотя мне кажется, у Лерки есть шанс. Скажи мне, пожалуйста, что нужно сделать Лере, чтобы завоевать Глеба? Ну, давайте сейчас на всю страну расскажем, что нужно сделать Лере. Лера знает, на самом деле, я ей дала пару советов. Вопрос, как бы, как она прислушивается, как она грамотно сделает, это уже как бы, ну, её момент. В любом случае, Лера не Надя, как бы, она другой человек, и со своей точки зрения будет уже как-то выступать. Ну да, мы с ней поболтали там, мне кажется, что, мне кажется, нет смысла говорить это при Глебе точно. Вот я про это же. Ну, какие-то результаты уже, собственно говоря, произошли в связи с твоим приездом, потому что сегодня уже Глеб пытался закрыться с Лерой в туалете, и даже её там что-то успел пощупать. Гордись ее. Значит, действует система. Я вообще понял, что мне нужна девушка с именем «Любовь». Потому что у меня есть Вера, Надежда, осталась только «Любовь». Вот. Что ещё ответить на какие-то вопросы? Ксюнька. Я хочу тебя спросить, у Леры Кашубиной всё-таки есть шанс? Нету. Как это? А зачем ты сегодня с ней в туалете закрывался тогда? Ну, потому что Надежда сегодня попросила, можно так сказать. Что-то обладываешь, что ли? Вот. Как бы, ну, начался приём у врача. Я сказал, ну что, давайте пойдём. Она сказала, давайте пойдём. Мы зашли. И в итоге получилась такая история, что в момент тогда, когда уже должны были начаться уколы, Лера сделала такое лицо, уколы получишь тогда, когда будешь ко мне хорошо относиться. Не так сказала. И клопнув в дверь и ушла. Не правда. Ну, Лера Кашубина роковая женщина сегодня была. Это стоит отметить. Не выловимый джон. По-моему, тебе всё понравилось. Лера. Знаешь, Ксюш, я даже перебиваю, 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 попросить тебя остаться сегодня на ночь. Ты не могла бы сегодня остаться, ночевать здесь, на поляне? Я тебя очень сильно прошу. Да, мы с Надеждой, мы с Надеждой обсудили, у нас был второй приём, да, как бы. И пользуясь моментом, хочу сказать, что Надежда могла бы тоже переехать, потому что она меня влияет благотворно, благотворно. Вот, в общем, Лера, пользуясь моментом, прошу тебя сегодня остаться на поляне, переночевать, потому что я подготовил для тебя небольшой сюрприз. Как ты согласна? Не пожалеешь? Ну, конечно, я согласна. Нет, ну, я хочу, я согласна. Да, я хочу остаться, что я. Больше всех радовалась рядом по этому. Ура! Итак, ну что же, таким образом у нас получается, что Лера Кашубина останется сегодня на поляне. И мы очень рады, что за это время, собственно говоря, и Катя Токарева нашла себе мужчину, да. И у Леры, вот, Глеб, который уже просит ее остаться. Это замечательно, на самом деле. Желание Екатерины Колесниченко вернуть Олега Майами пришлось не по нраву Варваре Третьяковой. В порыве ревности Варя налетела на Катю и ударила ее. Чтобы избежать повторных стычек, Олег решил переехать со своей девушкой в городские квартиры. Но Катя все равно продолжила общение с ним в социальных сетях. Еще недавно Глеб Клубника мечтал попасть на программу Comedy Battle и даже не считается со своими друзьями. Бывшая участница и лучшая подруга Глеба Елена Железняк приехала разобраться с ним, ведь ее интересы тоже были задеты. Глеб, сюрприз уже очень-очень близко. Ну что? Сейчас на счет раз-два-три я тебе развяжу глаза. Раз, два, три. Ой, да ладно? Ничего себе. Чего так испугался ты? Я не ожидал. Вообще не ожидал? Я думал, что другая придет. А что ожидал? А? Кого ожидал? Я думал, что Кашубина приехала. Нет, если бы приехал, я бы сейчас побоссался, наверное, от радости. А так ничего нет? Нет, это на умнике, если же. Рад, привет, привет. Привет. Как дела у тебя? Супер все. Все хорошо, да? Да. Ничего рассказать мне не хочешь поговорить? Не знаю, ты же сама не заходила, отказалась со мной общаться. Да? Да. По-моему, ты это преподносил по-другому, нет, в эфире? Я в эфире. Что ты рассказывал, что якобы там не звонил, там вообще. Все мне сказал, вершитель судеб надо мной, нет? Почему? Мы с тобой... Ты определялся, кто будет участвовать, кто не будет. Ты большой продюсер, я тут такая твоя подчиненная. Это не правда. Я решила, ну что, не правда, я сама лично своими глазами видела, когда ты говорил. То, что я рассказала, то, что ты извинила. То, что ты позвонил мне искать, что ты не позвонила и сказал, якобы, что ты участвовать не будешь, извини, я там то-сё. Ну что, Катя, я знаю, что вчера ты с Олегом переписывалась. Признавалась ему в любви, просила дать шанс, обещала, что будешь себя вести иначе, чем раньше. Скажи, вообще, как Олег вчера отреагировал на твои письма? Ну, он ответил просто два смайлика, прислал, а потом не отвечал. И я писала уже что-то вроде того, что если вообще никаких шансов, ты хотя бы ответь, скажи, не мучай меня. Ну, он не сказал, нет? Ничего не сказал. Он вообще не отвечал, так понимаю, что он просто хочет, чтобы она не знала, что мы переписываемся. Вот ты это расцениваешь как шанс? Да. То есть он планирует быть с тобой в отношениях, а просто Варю сейчас не хочет бросать или хочет тебя проучить? Я думаю, что отчасти он хочет меня и проучить, и отчасти хочет понять для себя, что ему нужно. Потому что Олег очень эмоциональный такой человек. И, в принципе, ему и там сейчас неплохо. То есть там принимают все его косяки. Там хорошо, там легко, все можно, грубо говоря. Но он признавался, что Варвара классная девочка, она красивая девчонка, она не может, не нравится. Но что-то не то. Ну вот вчера вы дали друг другу обещание, что Варя не будет больше общаться с Глебом, а ты, соответственно, не будешь больше общаться с Катей Кольсниченко. А сразу после этого вы свои обещания оба нарушили. Нет, она написала, мы вместе с Варей увидели это и удалили сразу же сообщение. Она написала мне в социальных сетях. То есть Катя продолжает тебе писать, общаться? Катя пишет мне в социальных сетях, да. А что она тебе написала? Ну, она вот вчера, мы с Варей, да, например, там тоже написала про духи, что духи не разбились, там что-то такое. Ну, а если бы Варя не увидела, ты хочешь сказать, что ты точно так же бы удалил ее сообщение? Я бы не удалил сообщение, но я бы не отвечал на него. И ты бы показал Варе это сообщение? Если бы я ответил на него, то каким-то образом просто попытался человеку объяснить, что, ну, как бы, ну, не стоит ничего абсолютно писать. Ну, так как мы с Варей были, мне даже не пришлось не читать ничего. Забегайте! Ну, что там? Идите. Ой, как здорово! Смотри! Марусь, иди сюда к маме. Иди сюда, да, иди сюда. Ну, вот он и наш теремочек. Ой, смотри, какие окна эркерные. Вообще, как здорово видно все. Пойдем в дом смотреть. Ну, что, друзья, привет, вот вы и дома. Привет! Большой какой. Заходите, осматривайтесь. Слушайте, ну, на картинке, да, он прям был меньше намного. А в жизни вообще такой большой. Да мы еще до дома доберемся. Смотрите, сколько у вас тут еще интересного. Сколько у нас тут простора. Соток! И для детей. Деревья уже. И для взрослых. Да? Что, Марусь? Да? Так, ну, давайте мы, прежде чем зайти... Что, будем смотреть дом? Ксюш? Да. Соблюдем формальности. Передадим вам... Тихо, 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 тихо. Документы. Ой, спасибо огромное. Вон, мужчине документы. Мужчине документы. Пусть хранит. Женщине ключи. Женщине ключи, да. Полноправные владельцы и собственники. Ура! Владейте распоряжение. Спасибо. Ура! Ура! На свете дом. Спасибо. Я очень сильно, правда, злая на себя. И я стараюсь просто воздерживаться от всех своих эмоций. Потому что мне в очередной раз получилось так, что, знаешь, друг, какой он ты себя называл, и клялся мне там в вечной дружбе. Просто я считаю, это со своей стороны была подстава. Ситуация была следующая. Ты ушел на Дом-2, а мы с тобой в это время должны были начать репетиции. Правильно? Кадони у нас пропал. Вначале. Кадони пропал у нас чего? Начали мы репетиции. Да, слушай меня. Кадони у нас пропал. У нас были репетиции? Репетиции у нас не было. Ты пошел на Дом, после чего я тебе позвонил и сказал, Глеб, а как же наши с тобой планы? Ты мне сказал. Я здесь поговорю с ведущими. Кадони пропал. Можно я договорю? Можно я договорю? Почему ты должен сидеть на жопе ровно? Можно я договорю? У меня решается вопрос, если бы я уезжаю домой. Ты согласишься, правильно я говорю или нет. Ты ушел сюда и сказал, что поговоришь с ведущими. Если они тебе дают добро, значит мы с тобой без кадони начинаем двигаться в своем направлении. Правильно? Правильно. Ты пришел сюда, поговорил с Бородиной. Она тебе что сказала? Да, Глеб, не вопрос. Хотите, участвуйте, я тебя буду отпускать. Я говорю, слушай, ну круто, что тебе дали добро, значит мы будем участвовать. Такого не было разговора. Ты что, гонишь что ли? Ты что, чешешь? Ты что, гонишь что ли? Ты что, Глеб, чешешь? Тема. Ты мне не звонил и не говорил, что тебе здесь добро дали? Такого не было? Как вы дальше собираешься действовать? Да, вот ты на поляне, он в городе, а он в паре. И, ну вот как, какие действия от тебя сейчас последуют для того, чтобы его как-то забрать обратно? Ну, вода камень точит, и я понимаю, что самое такое нормальное действие, но это была бы встреча там у него на работе в караоке. Это не то, что нейтральная территория, а это вот территория без камер. Ну, слушай, Катя, если ты любишь, я могу тебе сказать только одно. Борись, и все мы совершаем ошибки, главное вовремя это понять. Ну да, кто-то не очень вовремя понял. Ну, ты знаешь, откуда ты знаешь? Может быть, ты бы не поняла, насколько он тебе дорог, если бы не было того, что между вами было, этого негатива и всего остального. Слушайте, я прекрасно понимаю, для чего Катя все это делает. Для чего? Перед своим уходом она говорила, я все делаю так, чтобы вы не были вместе. Я больше чем уверена, что это просто очередной план, чтобы вернуть Олега, показать всем вот так, что Олег у меня на поводке бегает, а потом просто еще раз красиво его кинуть. Показать всем, что она опять на высоте. Катя одевает свою невидимую корону для всех. Но я еще раз, если она как-то попытается залить наши отношения, ну, если у нее чувство самосохранения не срабатывает, я думаю, мне кажется, достаточнее вчера было ясно, что не стоит сюда лезть. Смотри, как за тебя борются. Ну, потому что я понимала, что это делать, а провоцируют. Именно поэтому для меня не заставило труда вчера здесь, когда мы разговаривали, я сказал, что я могу не общаться с человеком, то есть у меня дороже отношения, дороже ее нервная система, да и у Катьки 9 жизней, как у кошки. Ой, как красиво! Марусь, смотри, как красиво! Так, с ногами не залезать, белый диван. Ничего не пачкать, тут холодильник, наверное, да? Ой, какая кухня! Не надо, ну не пачкайся. Вот так будем залезать, да? Миша, дай мне пачкать. Марусь, ты видела, какой шкаф? Брать. А нравилось собрать? Так, моя и эта сторона. Нет, это моя сторона. Слушайте, ну места вообще предостаточно, я не знаю. Вон там, в соседней комнате. Вон там, в соседней комнате. Честно говоря, вы дали меньше. Да, намного. Мне прямо очень нравится, спасибо вам, потому что мы прямо довольны. Ура, у нас есть дом! Ты сейчас поступил не как друг, ты не как мужчина поступил сейчас. Ты сейчас поступил просто как человек, которому срать ты хотел. Ты попал сюда, ты сказал, да, я буду рвать за шоу-бизнес, мне больше ничего, ни любовь, ни то, ни сё. Так ты тогда со мной бы просто был откровенен, понимаешь? И говорил бы мне так, как есть. Ладно, хорошо. Что, Лена, извини, но ты знаешь, я пошёл на Дом-2, мне там более выгодная партия светит. Я на тебе и сказал. Потом какую-то Варю позвал. Я на тебе и сказал. Кто такая Варя? Кто такой балет Майами? Варя? Мы с тобой дружим 5 лет. А это девушка, которая мне нравится. Слушай, а я твой друг, которому ты в любви клялся и там на коленях ползал, татуировки бил. Я тебе что, любить себя призываю, что ли? Но мы с тобой остались в дружеских отношениях. Ты мне последний раз сказал. Ты даже, как бы, ты же не выясняла. А почему ты месяц назад не захотела этот вопрос сразу выяснить? Какой вопрос? Ты же начала кому-то там звонить. Меня почему-то через каких-то третьих лиц, какие-то разговоры начали. Ай, хочешь, я тебя беру? Ты же пропала со связи, сказала, всё, туда, всё, пропала связь у нас. А почему ты через месяц решила со мной выяснить эти отношения? Какая связь у нас пропала? Ты говоришь такие фразы, если я тебя предал, тогда что ты со мной сейчас сидишь выясняешь, если я предатель твой? Что мы к этому два месяца с тобой шли. И я никуда не девалась. Я никуда не девалась. Вы такие смешные. А ты такой вообще не смешной? Такая ситуация то же самое, что касаемо с Олегом ситуации. Такая ситуация, что мы лучше, друзья. Мы с тобой два месяца к этому шли. Ты меня не пересекай с Олегом. Мы два раза на эту тему поговорили, потом ждали звонка к Адоне, который потом пропал. А что ж ты так бушевал здесь на Олега, под задницу его пинал здесь гонял по коридорам за то, что он договоренности какие-то не выполнил? Что ж ты его гонял? Обидно стало. А мне не обидно? А мне не обидно за наши договоренности. А я не как дура, скажи мне. Мне с кастингов звонят, я тебе хочу сказать. И ты знаешь, я тебе что хочу сказать? Я с тобой никуда не пойду. Да ладно, я не пойду. А пойду я, знаешь, с кем? Иди. С Ваней Барзиковой. Ну круто же. Ну все. Ну офигенно же. Ну а почему? Ну иди. Потому что мой друг кто балабол. Варе Третьяковой не нравится настойчивость Екатерины Колесниченко. Варя не собирается уступать ей своего парня Олега в Майами и грозится расправой. Ну у вас что? Расскажу, мы заселились вчера. Вчера у нас было весело на поляне передоезда вообще. Колесниченко. Короче, я пошла на стройку. Ты ей поможешь, да? Да не по лицу, по ноге я просто попала. Она мне написана сообщение за сообщение. Все, правда? Да. В соцсети? Я удаляю. Чего ты удаляешь? Удаляю сообщение. А что она пишет? Потому что Варька не читала. А что она пишет? Ну уж лучше пусть она читает прийти вечером, она это будет находить потом без тебя. Пишет все откровенные вещи. Ну что она пишет? Хочу тебя. Хочу. Милый мой, вернись. Мой милый, вернись. А ты что? Я сделаю все, что мы были вместе. Ну это правда? Ты моя жизнь. Слушай, я это уже ценю так, как она просто, когда уходила на дисквалификацию, она говорила, я все сделала так, чтобы мы не были вместе. Все вообще. Я, прикиньте, вчера переписывать с Олегом и камера, которая за день у меня все спалила, и мне на третий прям слова с переписки говорят. Я думаю, боже. А скажи, и чего? Он вообще отвечает что-то? Что говорит? Ну он ничего не отвечал, он прислал пару смайликов просто. Я же пишу там типа такого, что ну если вообще вот просто не вариант, ну ты хотя бы скажи, потому что он мне реально очень мучительно. Он молчит, да? Особенно после того, что призналась. А тебе давно осталось, тебе нравится-то? Уже никто не верит. А тебе давно опять начало нравиться? Он мне не перестал нравиться. А почему ты рассталась? Как может нравиться мужчина, и вот так жестко бортанул, это был кошмар. В Самсона вот это вот. Да, если мне нравилось, я так бы не поступила. Откуда ты знаешь, как бы я поступила, если бы нравилась у меня, если бы не нравилась. В принципе, да. Мне кажется, что было его просто терроризировать в тот момент. Он слишком хорошо к тебе относился. Ну вот слишком хорошо относился, я слишком плохо к нему в ответ отнесла. Почитаем. Так, Олег ей пишет. Плохо мне без тебя, Катюша, у тебя отношения были со мной. Она же молодая, она ведется. Он же говорит, Катя ему пишет. Плохо мне без тебя, у тебя отношения были со мной, а все остальное шушера. И я все сделаю, слышишь? Все, чтобы мы были вместе. Ты мне очень дорог. Со всеми своими достоинствами, со своим маленьким пепетуном и недостатками. Ты такой мой. Это так пишет. Я не буду. Только я смогу сделать тебя счастливым, потому что наше с тобой счастье похоже. Меня сейчас как током прошибло. Вот дура я, вот дура. Это так долго... Ты как от телесов. Да, что так долго тормозило. Тебя совсем при... Тебя... Тебе совсем при своем... Чего я... Тебе совсем при... Ну она с Украины, что ты это... Пофиг на меня. Ты ничего не хочешь, разве? Она ему знаки вопросы задает. Он и пишет. Может быть, если бы я был не один. Алло. Алло, Кать? Да. Привет. Это Варя. Привет, Варь. Что, как у тебя дела? Нормально все? Не заболела? А что? Я болею, да? Еще никак не выздоровлю. Работают отдельно от башки от твоей? Варь, либо ты разговариваешь в нормальном контексте, с нормальной подачей, либо я с тобой не разговариваю. Вообще чувствуешь, что грань-то какую-то нет? По отношению к кому? По отношению к тебе? Да. Варь, спасибо, пожалуйста, но я не считаю ваши отношения отношениями. Это так. Мимо проходила, случайно задержалась. Мимо проходила, к сожалению, деточка, это ты, и задержалась ненадолгое время. Варь, цель твоего звонка. Я еще раз узнаю, что написала на какая-то смс, ты писала, звонила. Если ты меня не поймешь, я приду завтра на поляну и прошибу тебе эту порылую башку. Поняла меня? Если ты не в состоянии в связи со своим психическим неравновешенным состоянием разобраться слова... Ты решила меня вывезти, у тебя это получается хорошо. Призналась вчера и отказываться от них не собираюсь. И уж точно ты мне ничего не будешь указывать. Кать, привет, Кать. Привет. Слушай, ну, в общем, такая ситуация сложилась, да, что все твои, как бы, ну, нескончаемые сообщения, они не могут оставаться где-то в тайне. И Варька, да, там, прочитала. И, в общем, очень недовольна, очень недовольна мной. Поэтому, Катюнь, пожалуйста, если... Возможно, да, пожалуйста, не пиши. Хорошо, я тебя услышала. Все, давай, не грусти, ладно? Ты что, больной, что ли? Зачем ты сейчас вот это сказал? Ты что, переживаешь? Может, ты ее успокаиваешь, поедешь? Вы что, значит, я все сделал, что надо? Слов из песни не выбросишь, если вдруг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. А кто друг, а кто враг, нам расскажет Дарья Пынзарь. Сначала давайте выясним, кто девушка у этого молодого человека. Потому что у него их не две даже, по-моему, а сколько? Глеб? Четыре. Ну, давай их перечислим. Это Лера, это Алена, это Надя, это Оксана Рязко. Ну, это все замечательно, конечно, просто ты себя некрасиво ведешь по отношению к женщинам. Мы вчера, допустим, возьмем Лерочку. Вчера ты ей назначил свидание, пришел на него. Что ты здесь сделал, я не знаю. Объясню. Вчера целенаправленно я сделал все, чтобы Лера осталась на поляне, чтобы я смог приехать и провести время с Оксаной Рязкой наедине, поскольку это, знаете, как бывает, это классическая история, когда две девочки снимают квартиру в Москве, и получается, хочется к одной приехать, а вторая вот подружка находится дома, и нужно вот что-то придумывать, чтобы подружку куда-то отправить погулять, либо кто-то ее, чтобы забрал. Так, ну вот, картина начинает немного проясняться. У тебя, то есть, есть одна полянская девушка, это Лера, есть одна городская, это Оксана Рязкая, с которой ты сегодня замечательно провел весь день. Не корбленный, не пойный, но все равно довольный. Да, конечно, довольный. А как не быть довольным, если столько внимания? Ну вот давай в этих двух девушках попробуем разобраться. Вот Лера и Оксана, кто же из них ближе к твоему сердцу подобралась уже? Могу сказать так, если говорить про Леру и про Оксану, их абсолютно не стоит сравнивать, потому что в данном случае с Лерой Кашубиной у меня ничего быть не может, в априори как бы ничего не будет. Оксана Рязка, она какая бы ни была бы, с какой бы ни было бы, у нее бы ужасный характер, но в данном случае, если с ней жить полноценной жизнью, то она очень красивая, очень такая сексуальная девушка, и какие-то ее черты характера можно замещать на квадрате, который называется кровать. Лерочка, скажи, пожалуйста, ну видишь, как выяснилось, тебе вообще нет места рядом с Глебом, и он не хочет, чтобы ты была его девушкой? Собственно говоря, мы все знаем, что Глеб непостоянный, у него каждые пять минут меняется настроение, он может сейчас говорить «нет», через пять минут сказать «да». Собственно говоря, я не отказываюсь от своей симпатии к Глебу, но раз Глеб выделяю там Оксану, я выделяю Глебу, почему бы нам не пожить втроем, например, и Глеб будет окружен женским вниманием, в принципе, я на это согласна. Вот рулетка, скажи, закрутилась. Ну, я смотрю по реакции Глеба, Глеб на это готов, он доволен, но хочется спросить, что на это скажет Оксана Рязко. Оксаночка. Да, Дашульчка, привет, Поляна. Ну, я хочу сказать, что я не собираюсь устраивать шведскую семью, это просто и глупо, и тупо, и некрасиво, и я, как бы, в принципе, не готова на это. Оксан, а роль городской жены тебя устраивает? Роль городской жены меня устраивает, да. Ну что ж, Глеб просто на разрыв, и поэтому хотела бы сейчас обратиться к Лене Бушиной. Лен, ну посмотри, твой бывший поклонник буквально сейчас на разрыв, посмотрю, у каких красивых девушек... Большинные страсти кипят возле него. Я просто в этом случае больше на стороне Оксаны. Почему? Объясню. Лер, вообще ты молодая девчонка, и, в принципе, себя не уважать и навязывать мужчине в твоем возрасте, это уже большой, так скажем, большой и огромный минус тебе. Это не очень красиво, ни один мужчина в итоге это не оценит. Оксана, Оксана действительно вызывает в Глебе огромное желание, он хочет ее, она нравится ему, и здесь уже выбор за Оксаной. Если они борются за этого мужчину, то здесь больше, конечно, хорошо, то есть все-таки подходит больше ему, Глебу, Оксана, да? Если еще Оксана на полном серьезе рассмотрит Глеба, ни в шутку, ни в прикол, ни в качестве того, что ей нужно завоевать и отбить его у Леры, то я думаю, что у них все может получиться, почему нет? Алексей Самсонов, скажи, ты уже забыл, наверное, что это такое окупация женского внимания, и про тебя-то совсем забыли. Лешенька, скажи, пожалуйста, как вот ты бы поступил на месте Глеба, если бы тебе так же повезло? Я сначала начал бы с простого варианта, от Леры Кашубина, с ней бы переспал. Потом посложнее вариант, где-где, Оксана рязка, потом бы следующая была бы Алена. Что ты сейчас сказал? Зачем ты меня сейчас так оскорбляешь? Ты что, совсем отдурел там, Самсонов? Уже совсем эта седина... Там что тебе не нравится? Нет, там седина, как говорят, седина у тебя уже сюда пошла, что ли? Ты что, совсем отдурел? Почему-то мы с тобой когда общались, ты не переспал со мной, ты почему такое говоришь сейчас? Ты что, хочешь сказать? Ты меня сейчас... Сансонов стареешь, стареешь, Самсонов! Ну, хорошо, у Глеба сейчас есть возможность услаждаться в данной ситуации. А сейчас хочется спросить у Лены, муж жеребняк, Елена, чем обязаны? Чем обязаны? Да просто соскучилась, не знаю, так. Давно вас не видела. И еще вот тут как раз один появился такой интересный очень момент, это Глеб, который рассказал вам здесь иную историю нашего с ним продвижения в Comedy Battle. Здесь вы услышали одну историю, а на самом деле она другая. И Глеб, как всегда, поротрепался, вот и все. Я приехала сегодня ему об этом сказать и, собственно, поставить все точки в наших с ним дружеских отношениях. Я с таким человеком дружить больше не хочу, вот и все. Он меня подставил, он меня обманул и в данной ситуации повел себя не по-мужски. Непорядочно, я бы сказала. Глеб, ну вот, мне кажется, так еще Лена Бушина никогда тебе не говорила. Вот сейчас она очень так хладнокровно сказал тебе, что ты больше не друг. Да ладно, ничего страшного, переживем. Если бы не я, то не Лена Бушина, не Олег бы Майами. В данном случае никогда бы не узнали о Comedy Battle, о том, что может там принимать участие. И вообще бы этого разговора не было. В данном случае этих людей. Когда мне предлагал, а, когда началось все, когда звонил Влад Кадони, он мне предлагал Ларан с Кузиным. Я предложил предложить Лену. Также я предложил в Майами участвовать в этом. Не Олег мне предлагал, и не Лена мне предлагали. Послушайте меня! Не мои, не мои обстоятельства так повлияли. Вот и все. Да молчи, да противно тебя слушать. Чуть здесь чешешь. Ты здесь удивляешься тому, почему я тебе здесь об этом сказал. Потому что ты живешь здесь, и ты здесь имеешь право вообще брать, на протяжении месяца ты здесь обманывал, понимаешь, людей, рассказывал, что ты тут якобы... Да это история особо не интересная, кому Лена, кого ты обманывал. Послушай меня, послушай меня. Всем высокой колокольной на эту ситуацию. На самом деле тебя туда позвали, и я решала, с кем я пойду. И мы вместе все решили, что этим человеком будешь ты. Поверь мне, больше тема тебя, для меня, она никак касаться не будет. Только не надо здесь рассказывать, это чушь, понятно? Что ты там вершитель судеб. Давайте я решу все ваши вопросы. Я знаю, что на самом деле в Камеди Клаб пригласили только одного человека. И это, как бы вам не было обидно, это Глеб Клубничка. Да, конечно. Глеб, это правда. Мы разговаривали с организаторами Камеди Батла, и они высказали свое желание видеть там нашего Глеба. Но только одного. Тебе, Глеб, мы безусловно пожелаем успехов. Спасибо. Завтра ты едешь. Мы будем за тебя переживать. Давай, покажи, что такое Дом-2. Спасибо. Давайте перейдем к следующей теме. Тема касается трех людей. Олега, Катерину и Варвару. Кать, тебя не напугала Варя? Меня, в принципе, возмущает такое поведение. Я абсолютно пропускаю все, что говорит Валя, Варя. Я пропускаю это мимо ушей, потому что для меня ее мнение абсолютно не авторитетно. Мне важно, что говорит в этом случае Олег. А что говорит тебе Олег? Олег попросил меня в телефонном звонке не писать ему больше. Олег, скажи, пожалуйста, а что Катя вносит в твое сердце негативные эмоции? Катя не вносит негативные эмоции в мой адрес, но она вносит в свой адрес негативные эмоции со стороны Варвары, моей девушки. Варя, а ты вообще можешь себя как-то держать в руках? Что за агрессия с твоей стороны? Нет, просто я предупредила. Один раз человеку, мне кажется, предупреждение было весьма понятное. Но она не понимает, она продолжает писать. Катя, я тебе так на будущее скажу. То есть когда ты била ногой, Варя, пока ты не поймешь, где твое место. Варя, то есть когда ты била ногой, это было предупреждение? Да. Олег, если ты поведешь к моему мужчине, ты пожалеешь. Хочешь узнать, как? Попробуй, без проблем. Все. Ты сейчас выглядишь, прости, ну как животное. Что бы я ни сказала, что бы я ни сделала. Если ты в силах удержать своего мужчину вот для тебя и влюбить его в себя, он будет твоим. А мои чувства, это личная моя проблема, это мое дело. Держи свои проблемы при себе. Не надо выносить их в наши отношения. Не веду, если от тебя будет исходить мой адрес угрозы. И, боже упаси, рука прикладства, за меня будет кому надрать тебе задницу. Катя, не надо лезть уже в отношения. Тихо, тихо, тихо. Кать, Кать, все. Не будет никаких нападков, никто не будет драться, никто не будет ругаться. Все. Если он человека не считает, животное. Ты что? Все, хватит. Олег, 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 подожди. Вот сейчас девочки из-за себя чуть ли не переругались. Тебе есть что-то сказать, может быть, как-то их остановить? Я не хочу, чтобы это продолжалось. И каким образом ты собираешься это прекратить? У меня отношения с Варей. Я попросил сегодня Катю по телефону, не писать, потому что у меня отношения с Варей. Я не хочу, чтобы она вообще как-то просто психовала, нервничала и переживала. А что скажет Елена Железняк? Все-таки со стороны оно виднее. Я сегодня видела, как Олег сказал Кате нет, но при этом 150 раз извинился за свое нет. Здесь, понимаешь, здесь конкретно, если не доводить, до рукоприклаз. Девчонки, конечно, между собой не должны допускать все там до каких-то побоев. Но Варю здесь тоже понять можно. Девчонки, никому неприятно, когда ее здесь обошли как пустое место. Получается, Катя вообще не заметила присутствие Варвары. Тут она просто как бы так, приживалка. Но и с другой стороны, должен Олег поставить цветочки на «ды». Олег, чего на самом деле ты хочешь? С какой девушкой ты хочешь на самом деле? Да, Шуль, я так вот в жизни, так удачно сложилось, что я не могу встречаться с девушкой, которая мне не нравится. Встречаться через силу, я считаю, это полный бред. В шоу это здесь или за периметром, неважно. Я не буду жить с девушкой, которая мне неприятна. Я выбрал, я сделал свой выбор, я переехал в городскую квартиру с Варварой. Тогда скажи сейчас Кате так, чтобы она тебе поверила. Кать, если у тебя уважение ко мне какое-то осталось, я просто прошу тебя по-человечески, да, в мои отношения с Варей не влезать. Спасибо за большое. Очень красноречивая улыбочка. Все это прицелево. Ирина Александровна. Я не понимаю, почему осуждаю здесь Варю, честно. Не понимаю, Катя, абсолютно при всем моем уважении. Кать, зачем тебе та игрушка, которую ты бросила давно, растоптала и вытерла ноги? Я имею в виду Олега. Ну вот, не понимаю. Потому что Варя сейчас защищает свои отношения. Да, может быть, где-то по-детски, да, где-то неправильно. Но в свое время у тебя точно такая же была реакция на девушку, которая зашла в вашу комнату с Филиппом. Ты ей заехала по лицу. Спасибо, Ирина Александровна. Не за что, Кать. Потому что не нужно... На даме в живот, но я не ожидала от вас такого поддержки. Не нужно, не нужно. Не, надо так, давайте насилие на проекте парашка. Это нереально просто слушать. Как она могла? Ты тоже в свое время могла, Кать. Ну, Олег, в любом случае точку в этой ситуации должен поставить только ты. Скинуть своих плеч, как всегда ты любишь это делать, у тебя не получится. Подумай еще раз, чего действительно ты хочешь, и дай уже какой-то из девушек определенный ответ. Я, по-моему, доступно объяснил. А теперь хочется поговорить. Лена Железняк не простила Глебу Клубнике предательство и отказалась от дружбы с ним. Однако Глеб не сильно огорчился, ведь весть о том, что его ждут на программе Comedy Battle в качестве участника, была лучшей новостью. Очень жаль, что ради двух минут каких-то эфиров, Comedy Battle, стоило, понимаешь, тебе твоей дружбы и всех твоих слов, которые ты говорил. Я, на самом деле, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Твоя дружба со мной стоит на двух минут, вот здесь, на Доме Двале, пришла. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я тебе месяц назад сказала все, что я о тебе думаю, понял? А на Дом 2 пришла, потому что ты здесь, к сожалению, живешь, понимаешь? И такой человек, я тебе звонила, я тебе звонила, я все свое мнение тебе говорила. Ты здесь позволял себе говорить и высказываться на всю страну, там, свои какие-то мнения. Я пришла сказать, что есть на самом деле. Ты пришла, ты пришла и высказала, ты просто две, ты обосрался, понял? Ты потерял всех людей. У тебя нет ни друзей, у тебя не будет ни девушек, у тебя не будет ничего, да ради Бога, слушай, да ради Бога. Просто ты из-за какого-то, понимаешь, элементарного проекта, понимаешь, ты готов был просто взять и кинуть все. Ура, 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 все, извините. Удачи пожелаю, пожалуйста. Ты не удачник, Глеб. Мы приводские люди, извиняюсь, перед вами. Удачник, и тебе таким и будет. На Лобном, там вообще такие страсти происходили. Да? Бушин наш приехал туда. В городский? Я думаю, а что мою жену туда послали? В городский. К Глебу. А ты же навела просто. Ну да, да. Вот, и, короче, приехала к Глебу, они же вот это выясняли по поводу передачи, вот этой комедий-баттл, там, кто кому предложил участвовать первый, чей, кто, короче, кто главнее, кто круче. Ну, мне Глеб рассказывал, ну, когда в баню ходил, я говорил, что, типа, он предложил Бушиной, пока он был за периметром, он предложил Бушиной. А на самом деле, как ты? Ну, говорят, Бушина, и не туда, и не сюда, ну, типа, я, как бы, организованный чувак, я, если берусь, ну, репетирую туда-сюда, она не на одну репетицию, говорит, не приехала. Ничего не хочет делать, и хочет сразу, ну, участвовать в баттле. Ну, короче, он так... А на самом деле, как было? На самом деле, как она сказала, что это... Ей там предложили, она предложила Глебу, и что Глеб вот такой плохой, неправильный, несправедливый. Как ты себя чувствуешь? А что? Ну, плачешь, смотрю, что плачешь. Плохо тебе? Плохо. Катюш, слушай, не расстраивайся. Синяки, ты козлы, блин, эти мужики. Тебе обидно, что он тебе так сказала, да, чтобы ты ему больше не звонила, не писала? Ты же сказала, если не хочешь, чтобы я писала, я не буду писать. Я сразу сказала, сейчас повторяют по 150 тысяч раз, как будто я тупая. Знаю, что мне больно это все слышать, и неприятно, и обидно, и вообще просто... Это Арина Александровна вообще не ожидала прям. Меня просто уже добило, я сижу сдерживаюсь по этому всему поводу. Молодец, Варька. У меня синяк на животе остался этой ноги, гребаный. Вообще... Превращаются в животных, только животному свойственные инстинкты. Простите, потрахаться и подраться, это животные себя так ведут. Простите, потрахаться и подраться. Я этих трех людей подтянул, да, хотел с ними что-то сделать, и в итоге эти три человека мне сказали о том, что я предатель, о том, что я плохой человек, о том, что я себе плохо поступил. Но как это возможно? Я отвечаю. Вот после вот этих ситуаций, я буду все делать только один. Если я кого-то буду подтягивать, только буду подтягивать, когда мне нужны будут какие-то работники, когда у меня уже что-то будет получиться. Все, только один, только сам. Все, потихонечку. У меня своих сил вполне хватит. Нафиг мне это надо. Людям пытаешься помочь не по моей вине. Не по моей вине. А случился, понимаешь, разрыв того, касаемо того, что мы все равно не участвуем. Да? Да. И у меня приезжает, говорит, что я предатель. Что ты вообще приехала? Зачем ты, если ты делал свои выводы? Я тебе отвечаю, у него не будет здесь ни отношений, ни карьеры, ничего, пока он не научится к людям относиться по-нормальному. Это все вот так в жизни его происходит, потому что у него нет друзей. Он все время мне говорил о каких-то своих друзьях, нет ни одного друга у этого человека. Ни одного. У него есть какие-то друзья там где-то там в его Амуре, где он там, во Владивостоке, о которых я только слышала от него. Нельзя так себя вести. У Глеба жестко, он всех прям послал налобным на три буквы. Он что-то хорошего? Что-то крутой после этого или что? Вообще просто, да пошли вы. Он что-то крутой после этого? Он как-то очень классно поступил, что ли? Девочки, нам теперь, нас Глеб послал. Я расстроилась, честно, я не отрицаю этого. Я не отрицаю, да. Я расстроенная. Мне очень неприятно. Что бывает вот такое. Ну, ничего. Пусть ему это принесет удачу. В итоге, да, Глеб остался крайним. Все, Бушина там на него вылила. Сказала, что он там очень плавно поступил. Ну, а Бушина чего разбираться пришла? Ну, все, Глеб ушел на проект, предложил другому. Чего разбираться уже? Чуть не было. Ну, он сказал, что я пришла сказать свою правду, потому что ты наврал здесь жестко про меня. Раскрыла глаза. Раскрыла всем глаза, все прямо ужаснулись, хотя всем уже вообще по барабану было. Да, конечно, кому он предлагал, и я бы в любом случае на него ни за что бы даже не обиделся. Ну, согласен. Как еще на Глеба можно обидеться? А потом в итоге, кстати, сказали, что Глеб поедет послезавтра на Камбите Баттл вот этот участвовать один, без никого. И Глеб там радостный. Ему говорят, ну, вот понятно, что тебе никто не нужен, ни Кашубина, ни Рязко, вообще никто. А тут, я вижу, там, карьера, и все. Катя Клизниченко продолжает переписку с возлюбленным Олегом. Варя, узнав об этом, пригрозила Катя расправой, и Олег попросил свою бывшую девушку больше не общаться с ним. Глеб – единственная пора, в которой есть непонимание. Схочет, жесть была вообще. Чего? Прикинь, прихожу, короче, я из салона. Меня покрасили. У меня, видишь, у меня пряди были светлые некоторые, мне полностью он придаст. Олег такой говорит, типа, за деньги? Я говорю, да. Он говорит, у кого у тебя деньги? Я говорю, ну, я сказала, что ты отдашь попозже. Вот. Он такой, я ничего давать не буду. Я говорю, в смысле? Он говорит, сколько нужно? Я говорю, 2500. Он такой, у меня нет денег. Я говорю, в смысле нет. Я шипалась. Ты работаешь, ты все выходные собираешься. Я говорю, в смысле нет денег? Я говорю, Олег. Я говорю, ты сам, тогда на кухне всем припарнях кричал. Когда Олег подарил мне кофту, ты сказал, отдай эту кофту, если что-то тебе нужно будет, ходи ко мне, у меня с финансами проблем нет, я тебе дам денег, я тебе куплю, что угодно. Сейчас потужу, говорю, Олег, я скажу, что ты отдашь. Он говорит, почему ты раньше ко мне не подошла? Я говорю, просто мне ведущие сказали идти сейчас, потому что там будет дальше ТЭТ, и времени не будет на это. И все, он мне такой, говорит, я ничего отдавать не буду, нужно было раньше посмотреть. Я говорю, он говорит, у меня день рождения, мне нужно справиться. Да, Ирина Александровна, удивляю всех, сейчас, конечно, я понимаю, что мне сложно поверить, то, что я говорю. Ну, вот такой вот противоречивый человек. Ну, вот веришь, не верю вообще, Катя. Знаешь, почему? Что могу сказать? Просто несколько причин есть для этого, ты же сама понимаешь. Одна из них, это вот просто то, что ты так жестко с ним повела себя, очень жестко. Мне тогда его жалко было. Я к тебе подходила тогда, я тебе говорила. И я тебе тогда не поддержала, я тебе сказала, что это некрасиво. Я помню. А знаете, что у меня еще вот больше всего, вот я не знаю, что он мне вообще руководил, когда все стали говорить, да сойдетесь, сойдетесь. Наверное, я просто в тот момент была ведомля вообще просто. Появилась на общественное мнение. Мне противного не хотелось, когда мне говорили, сойдете, сойдетесь. Я понимала, что я еще сказала эту фразу, если бы я хотела вернуться, я бы так жестко его не бросала. Оно так жестко получилось. И я уже пожалела буквально через пару дней. Но мне было стыдно признать, что я вот такой лох. У вас очень странные отношения. Очень странные. Твоя девушка идет скрасить волосы, просит тебя какие-то две тысячи рублей. Это не отдам мое, это мне нужно. Послушай, я тебе просто объясню. Просто вот объясни мне. Если бы Варя подошла ко мне и сказала, Олег, мне нужно, да, пожалуйста, я бы сказал, конечно, на. Когда она пошла, что-то сделала, пришла и говорит, слушай, ты ничего не знаешь, как это сходить. А для кого волосы держишься красить? Мне нравились ее волосы, я не вижу изменений вообще никаких. Олегу будет нравиться рваная майка, в которой в последнее время будут дохаживать. Главное, что он деньги не тратит. Ну, это бред. Я вот сейчас спросила, говорю, то есть в дальнейшем, все, что касается финансовых проблем, могу к тебе не подходить? Ты говоришь, да, ко мне не подходи к теми вопросами. Слушай, никогда до сегодняшнего дня не возникал вопрос о том, что я жадный. Всегда у моей девушки у них было все. Я старался ее сделать самыми счастливыми. Как и было? Всегда. Никогда в жизни. И это просто не с Варей сегодня. С Варей, то есть с Варей не было, да? Вопроса такого не возникало. Именно поэтому меня смутило именно то, что она пошла, а потом говорит, сходи, отдай. Я-то отдам. Мне именно сам факт того, как это произошло, да? А как надо? Последователь из действий. Подошла ко мне и говорит, Олег, вот слушай, мне хочется покрасить, можно, пожалуйста, дай? Я говорю, на, пожалуйста, да. Пошла, сделала. Иди, сходи, отдай. Я не успела идти в комнату, приди, да, потому что не знала ни суммы, ничего. Я вышла, да, там прислала. Нет, а потом на 2 тысячи, Олег, это что прям минимум? Да хоть 5 тысяч у меня есть деньги. Да что-то мы не верим, покажи. Вот положи на стол. Есть 2 тысячи? Хорошо. Нау, номинал, все, что есть, покажи. Смотри, вот у меня, вот смотри. Просто ощущение, что тебя раздражает Варя вот всем своим существованием. Вот наличка, на, вот держи, вот наличка у меня. Дожди. 2 тысячи, Варя, держи. Вот, Варя, держи. Не, я займусь, я не буду тебя. Надо занимать, возьми. 2 тысячи, все, 2 тысячи. Да я отдам эти деньги. Нет, не надо, дай сюда. Там 2 500. Да, 2 500, еще на чай, все, Варя, то иди. Маша, а то еще потратят на Колесниченко, с которым он переписывается, почему-то. Я прошу, послушай меня, нет, 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 послушай, я не переписывался. Что нет, что ты обманываешь ночами, кто тебе в социальных сетях написал? Какие ночи, я вообще работал? Позавчера, говорил. А, позавчера, позавчера писал. Ну, а ты смайлики там отсылал. Я помню прекрасно, как мы сидели, я, ты и Варя у тебя в комнате. И ты с такой искренностью и с удовольствием рассказывала Варе, как завоевать Олега. Девушка, которая хочет вернуть, которая сожалеет никогда, никогда. У тебя сейчас играет чувство эгоизма. Ты сама признаешь, что ты эгоистка. Ты просто хочешь комфортно опять себя чувствовать здесь. Что, тогда мне просто кажется, мне кажется, что я вот хочу о нем заботиться. Это что, мне кажется, и с ума сошла? Да, да. Тебе хочется просто любыми способами его вернуть, вообще любыми. И поэтому у тебя желание хоть что-то для этого сделать, ты готова и заботиться, и все, 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 чтобы вернуть. Но вернуть-то ты не его хочешь, а вернуть свое комфортное состояние. Боже, фу, какой ты позорище, реально. Я позорище? Позорище, фу. А что это вот мне интересно? Взять, поскать по своего парня, что он скупердяй. Подожди, если ты себя ведешь так, в смысле позор, позор тебе, не мне. Да поржи вместе со мной. Слушай, в смысле поржи, если мне нужно отдать за волосы деньги, в смысле начнем тут дрожать. Надеюсь, что мой мужик, который со мной живет, со мной спит, которому я готовлю, который, извините, у нас полная жизнь, не может дать мне каких-то две тысячи, Олег, ты что? Ты знаешь, что может. Она говорит, почему ты не можешь? Да не можешь понять. Почему, когда ты мне говоришь о том, что при парнях ты мне таскал, если нужна вот эта тебе кофта, значит, ее даем, ты спросил, хочешь? Я говорю, да, хочу. Все, без проблем. Олег, неделя прошла. Я попросила две тысячи. Какая ты малолетняя дура, глупая вообще. Что бы я понять не могу, Олег? Ты малолетняя, глупая дура. Если у тебя возраст еще не дошел до того, что ты платишь за свою женщину, Олег, извини, но в чем проблема? Ты жила с задойным, который у тебя деньги занимал, ты ему ничего не говорила. Ты мне будешь что-то говорить, предъявлять, а ты? У меня были на тот момент деньги, извините. Сейчас у меня деньги закончились, я попросила у тебя. Слава богу, что они у меня есть, слава богу, что я работаю, слава богу, что я не скупердя и никогда не был в жизни, понятно? Сиди, вопить, что хочешь вообще? Фу, позоришь, он на камеру такое говорит про меня, фу. Фу, позоришь, он на камеру И что это? Ай, 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 ай. Упокойся, успокойся, успокойся, тебе говорю. Ну, ну, тихо, ну, плохо. Артур, бороду, бороду упусти. Нет, наоборот. Прямый бедный. Не, не, ну, ладно. Артур, бороду, бороду упусти. Да ладно, я Сашку люблю. Понятно, вы хотя деретесь. Ребят, не деритесь за Леру. Не, ну, вы сейчас что-нибудь перевернете, Леш? Леша, иди на ринг, ну, что опять же? Леша. А мы уже играем. Я вот эти игрушки не понимаю. А у меня что-то за... Не, просто поэтому вражь споют тогда люди, они начинают тоже по-настоящему драться. Скоро, скоро. Скоро, скоро. Ну, Леша. Я же пока что играю. Да, погибраю, уже пилеет. Ну, хватит, ну, хватит, мы ребята. Леша, смотри, за те мужики дерутся в нее. Я просто не хочу. Понял, ты не говорю? Ты понял или нет? Да, впредь не употребляйте таких слов, как скупердяй, жлоб, еще что-то. Вот есть ситуация, просто по факту, почему, да, это произошло. Я не жадина, у тебя нет повода. У тебя просто нет повода, у тебя просто нет повода меня называть жадиной, жлобом, скупердяем. Мне это неприятно, потому что я всегда, никогда я в таком не был замечен, понимаешь, по отношению к своей семье, по отношению к своим девушкам, своим друзьям. Я, кстати, всем помогаю финансово. Всегда. Когда у меня есть возможность. Когда меня называешь скупердяем, мне обидно. Сегодня весь мой срыв этот был, я тебе скажу, что именно по этому поводу. Вот и все. Хорошо? Нет, ну ты меня тоже пойми. Ты меня тоже пойми, потому что у меня от всех нервов, что у нас все конфликты и ссоры, у меня осыпает, понимаешь? Что осыпает? Все лицо, в плечах, потому что реально, это без шуток, у меня реально от нервов это все происходит. Блин, Али, у меня для тебя есть маленький помощник. Какой? Какой, как? Не помогает ничего, я тебе реально не понимаю. Поможет, я тебе говорю. У меня есть, короче, клиросил, крем-гель, он для умывания. Вот, он не сушит кожу, очищает ее, и у тебя черных точек не будет, у них прыщей тоже у тебя не будет. Еще есть лосьон для умывания, потом купишь. Ага, дай. Поверь, он, я думаю, поможет тебе. Я думаю... Я тебе сейчас скажу, что я вообще, я использую все, что только могу. Но вот именно в это время года у меня постоянно происходит, вот именно когда осень начинает свечеть. А это из-за нервов или из-за времени года? Это нервы, это нервы и осень, это вот все подряд. Все подряд. То есть я еще виновата в таких причинах. Ты виновата и в нервах, и ты виновата, что осень сейчас. Варя, настройки, давайте вот много недоговоренностей у вас, давайте сейчас это все решим. О каких недоговоренностях идет речь? У нас все решено. Ну, те недоговоренности, к примеру, когда ты просто взглядом пожрачь Катерину Клесниченко. Кто говорит? Катя пишет тебе ночами послания, в СМС. Ну, я могу сказать, что я скучаю. Мне тяжело. Я в очередной раз, наверное, говорю тебе, что я хочу быть с тобой, и что мне без тебя плохо. Ну, считаю, что просто выбор уже тут за тобой, что тебе нужнее. Потому что, ну, цирк из-за этого устраивать, честно говоря, мне не хочется. Поэтому я предлагаю его больше не продолжать. И мой выбор сделан. Кать, я тоже в свое время многого не понимал. Мне было обидно, хотелось чего-то одного, получалось по-другому. Ладно, ребят, я просто вижу, что вы при мне стесняетесь. Да нет, Серега, все. Я считаю, что вам надо говорить. Нет, если у вас закончили ТДТ, то мне тоже нечего говорить. Олег, такие вещи говоришь, как будто я не знаю, что... Ты же мне ничего плохого не сделала. Ты мне ничего плохого не сделала, у меня нет тебе никакого негатива вообще. Даже после всего, что было, у меня нет вообще ничего к тебе. Я хочу просто, чтобы ты знал, что, ну, я хочу быть с тобой, что я соскучилась. Да, пришел симпатичный мальчик, прикольно общаться, но я хочу быть с тобой. Просто, чтобы ты понимал, что... Это все понятно, Катя, честно. Что я буду ждать. Катюха, я просто тебе говорю, что сейчас выбор сделан мой. Я встречаюсь с Варей. И с Варей хочу быть, если какие-то взгляды ты там замечаешь, то, как бы, ну, ты меня физически вся привлекала. Ну, то есть, это, я не спорю. Это, как бы, ну, это нормально. Нет, это ненормально. А все остальное у меня, как бы... Это ненормально. Что ненормально? Что тебя физически привлекает еще кто-то. Это ненормально. Нет, ну, мне же, ну, физически меня всегда... Потому что ты был в отношениях со мной. Чего же никто не привлекал еще? Это ты это был. А сейчас ты что, ты даже продолжаешь учу? Нет. Разговаривай. Я что? Пойдем? Пойдем. Пошли. Парень хороший пришел, Катя. Попробуй с ним. А сегодня у нас приход новых парней. Давайте не будем забывать об этом. Дмитрий и Владимир. Давайте скажите пару слов перед тем, как мы перейдем к голосованию. И проголосуем. Улечка, а мы за рокировку. А мы рокировку. Рокировку на венца? Нет. Давайте венца на рокировку. Нет? Мы с девчонками посовещались. И я решила. Огласить весь список. Парни сегодня пришли достойные. Понравились всем. Проявили себя достаточно ярко. И, к сожалению, оказалось слабое звено в мужской спальне, которое никому не нужно. Кто это? И слегка потерялось. А времени использовать свой шанс было достаточно. Это Александр Царев. К сожалению, Саш, наверное, ты пойдешь домой. Вы что, смеете, что ли? Реально, здесь все думают, все девчонки думают, что я здесь сижу, и ничего не делаю, и не хочу построить отношения. Не, ну реально, я не понимаю. Хорошо, Саш, что ты сделал своими руками? Лера от тебя отказалась. Точнее, даже ты от нее отказалась. Я уже запуталась. Потом ты дал отворот-поворот Наде. Нет, так я старался делать, я не сидел, сложай руки. Не надо было стараться, надо было делать, Саш. Поэтому, Саш, ты извини, но если девочки хотят рокировку, я позволяю это сделать. Спасибо. Поэтому спасибо, Дмитрий. Спасибо, Владимир. Вы теперь участники нашего проекта. А Саша, к сожалению, сегодня уходит, потому что, я так понимаю, большинство девчонок за эту рокировку. Можем сказать последнее слово? Да, конечно, напоследок. Что хотел сказать? Всем спасибо, реально. Я пришел сюда второй раз, и честно говоря, что я не подхожу к формату этого проекта. Как ни крути, все-таки всем спасибо за то, что за советы, за полезную информацию. Вот это другой подход. Да, всем спасибо, и вам всем построить искренние отношения. Ну что ж, мы идем провожать Сашу до ворот, и это был телепроект Дом-2. Построить свое любовь. Сашу до ворот, и это был телепроект Дом-2. Мы в лесу разбирались. Я сейчас ей морду набью, я сейчас ей глаза выколю. Прекращай угрожать, Катя, она ничего не сделала. А что, к действиям можешь перейти? Я могу к действиям перейти в свою бля? Фаря, уйдешь с проекта. Перейдешь к действиям, уйдешь с проекта. Я тебя предупреждаю. Ты уже однажды кидалась в нее духами. Мужчина тебе повода не дает, чтобы она не дает. Ты сидишь так же улыбками, перекидываешься с ней. Какой она кидываешься с ней? Перекидываешься с ней, ничего гонишься. Что добиваетесь, я поняла. Подожди секундочку, а что она сделала не так? Олег, ты можешь мне объяснить? Я не даю повода. Подожди, почему ты сейчас на лобном месте стал ей угрожать? Я тебе поймаю, я тебя добью. Потому что эти улыбочки меня достали. Она сидит и глаз не сводит. Я ее предупреждала об этом, она не понимает. Сашка, давай! Иди ты. Субы, нормально. Сашка, давай. Давай, с ветра, с ветра, с ветра, с ветра, с ветра, с ветра. Сань, с ветра, с ветра, с ветра, с ветра. А, ну хорошо. Ладно, все, давайте. Аккуратно, Сань, носки, носки. Ну, Ленка, как сучка себя повела. Она не понимает, она продолжает, она провоцирует меня специально. Не будет Катя, будет Зина, не будет Зина, будет Оля, не будет Оля, будет Маша. И ты каждому будешь глаза угрожать выкалывать. Все, Оль, это больше повторится. Я уже устал все равно об этом говорить, пошли. Ну, а ты просто, Варя, я тебя предупреждаю. Вот я тебя сейчас, я вот тебя, послушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты меня услышал сейчас, потому что я очень не хочу, чтобы в итоге ты оказалась за воротами. Но если будет потасовка, то ты уйдешь. Не будет все. Ольга Тихова на лобном месте приревновала Олега к Кате Колесниченко и стала угрожать девушке. Ольга Вузова предупредила Варю, что в случае, если произойдет потасовка, Варвара покинет телепроект. Это такая неуверенность к себе, это такое бедлячество, какой-то уровень зол. Хотя, допустим, первый день со стороны, мне кажется, для девушек это недостойное поведение. Ну, девушка, естественно, так не должна быть. Она просто в этом плане, вот эта Варя, она, понимаешь, она очень-очень не сдержанная. Вообще. Блин, ну когда ты здесь или там. Для девушек, мне кажется, нужно это все тоньше делать, грамотнее. Она сама из этого пострадает, но ей 19 лет будет, надеяться, что она подрастет и поймешь. Нет, просто ей кто-то сейчас так мало не покажет. Она пострадает, потому что другие не пострадали. Я просто думаю, что она потеряет это место. Конечно. Она думает, что сейчас все будут... Бесмотря на то, что она интересная девочка, ну просто если она вот так сорвется еще разок, уже у ведущих нет. Но она интересная, пока она интересна Олегу. Нет, она походится. Согласна. С тобой я подписываюсь. Сейчас только, я тебе говорю, Олег вот так вот пару раз посмотрит, только Глеб первый шаг свой сделает. Олег не будет терпеть унижения, понимаешь? Он уверенный в себе парень, как он говорит. И он такой говорит, я уверен, и я не буду это терпеть. Как можно было, когда приписывают Глеба, сидеть и говорить. Вместо того, чтобы сказать, мне нужен только Олег, я рассматриваю только его, Глебка, извини, ты классный парень, но у тебя никаких шансов. Она сидит, не, ну если бы не Олег, как бы я принимала бы, ну это триндец. Я не знаю, я... Еще, да, пробуешь про отношения. Ты вообще такой секси, но... К сожалению, у меня отношения. Да, да, да. Вот это я вообще сам уеду. Монаши. Монаши. Монаши, ты тоже иногда так говоришь, ну вроде как я построил счастье, ну вроде, знаешь, вы тоже бывали. Я так говорю, потому что я занимаюсь сейчас японским языком и поэтому... Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. А что, там места есть в доме, да? Можно идти в дом. Просто, знаете, меня бесит, что это такая неуверенность, такой страх. Чего так Колесниченко боится? Да, вот к вам в гости следят. Знаешь, на место кондуктора не садиться, в окно кондуктора не смотреть. Такая же тема. Я думаю, думаю, все-таки, все-таки, что недолго они в паре, недолго. Я вот и верила, и верю, как бы, ну, не понимаешь, как Олег, и... Слушай, просто я не поняла, почему сегодня, ты сегодня такой хлеб за ним строился. Вообще, реально. С кем? С две стороны. Нет, я не с Лешей, Санксоном. Да ладно! А я тебе говорю, Олег на третье сидел мне глазки строил. Докидается, и все, и попрощаемся с ним. Что он здесь делал? Ну, что я опять пошла на нее кидать? А я до чего? А что колесо делал? Колесо, да ничего. За какие-то взгляды что-то докопалось. Чего ты сейчас вот не договариваешь, что-то скрываешь? Кто? Вот мне не дали сказать? Кто скрывает? Венц. А, Венц? Вот реально, вы, вы, короче, вот, вот реально, вы что-то тут мутите. Мутки какие-то. Венц, блин. Ты вот это вот, как будто бы первый раз на ломном услышишь, что на ломном. Да, что-то бы случилось-то. Ну, так, блин, теперь. Может, ты узнала, чтобы она приехала. С развлечением. У Глеба Клубники и Оксаны Рязко отношения пока не складываются. Но если Оксана переживает из-за их размолвки, то Глеба сейчас больше волнует не личная жизнь, а карьера. Сегодня он отправился на кастинг программы Comedy Battle. Сто процентный день. Здравствуйте, меня зовут Глеб Жемчугов. Я прилетел из поселка Кавалерово Приморского края. Здесь на проекте я хочу выступить в образе Баубаба, любителя Баба, человека, который знает, как строить любовь. Вот, в принципе. А вот, мое выступление. Я, поскольку занимаюсь музыкой, я пишу песни, которые основаны про женщин, о женщинах, о том, как они себя ведут. И сначала хотелось бы, конечно, рассказать свою визитную карточку. Песня так и называется «Я Баубаб». Под ваши аплодисменты. Можешь чуть похлопать кому-нибудь. Вот, спасибо большое. Одни аплодисменты. Поехали. Я люблю Баба. А я люблю Баба. А я люблю Бабы. Я Баубаб. А я люблю Баб за то, что они Бабы. За то, что делают меня счастливым. Когда рядом за их взгляды, за их наряды. Я люблю Баба, потому что они Бабы. Я люблю Баб за их нежность. За то, что они всегда со мной очень вежливы. Подойди поближе. Я тебя понежу. С тобой устроим мы пожар даже в югу снежную. И последнее четверстище для тех, у кого Бабы очень капризны. Я люблю Баб. Даже за их капризы. Бабы капризы решаются сюрпризами. Ты можешь к ней даже забраться по карнизу. Но самый верный способ Бабы. Любят Бабу Лизу. Я люблю Баб. Вот такая песня. Чтобы всем было понятно, что я кто такой Баубаб. Ну, в жизни Баубаба были моменты несчастливой любви. Когда девушка уходила ради денег. И поэтому следующая песня так и называется «Продажная баба». Слушай, милая, теперь ты для меня кобыла. Я хочу, чтоб ты мой номер удалила. Я хочу, чтоб ты вообще меня забыла. Изменила, давай гуляй кобыла. Я любил тебя любовью бешеною. Ты была со мной самую нежною. Оказалось, ты лапшу мне вешала. Продажная вешалка. Я долгил тебе цветы, носил на руках. Ты растоптала мои чувства в пух и прах. Оказалось, за бабло можно купить и пах. Я тебя посылаю на хвабы. Что же вам надо? Любви. Либо просто бабла, бла, бла. Идет кругом голова. Всех продажных баб я посылаю на хвабы. Что же вам надо? Любви. Либо просто бабла, бла, бла. Идет кругом голова. Всех продажных баб я посылаю на милая. Теперь ты для меня кобыла. Я хочу, чтоб ты мой номер удалила. Я хочу, чтоб ты вообще меня забыла. Изменила, давай гуляй кобыла. А меня пригласили. Я буду участвовать в комедий-карте. Да, да, да. Так что смотрите, скоро все начнется, закрутится, завертится. Та-да-да-да-да. Билет в жизнь. 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 Типа, типа, вот как у нашей Раши, они попросили написать песню. Прикольно. Типа предисловие. А что это такое-то? Это, ну, то, что подтверждение, то, что прошло. А секретно, нет? А, все. А что ты всем какую-то показал? Ну, песни пел свои. Песни и так импровизировал. Бара Третьевова недавно конфликтовала с Катей Холестниченко и за ее попыток вновь сблизиться с Олегом Майами. Вчера Тваря так же резко пресекла Катину попытку поцеловать Олега, запретив подходить к нему. Расскажи, как у тебя дела? Да нормально. Что здесь-то, когда породились? А мы вчера как бы на вот поговорили, нормально разъехались. Просто он сейчас пришел, сработает сегодня в 9 утра. Опять приперся в 9 утра? Ну, как бы не опять, он обычно нормально приходит, а в нормальное время. Ты знаешь, что колесо должно было к нему приехать позавчера туда? Ну, она же не приезжала. Она не приехала, знаешь, только из-за чего? Из-за чего? Из-за того, что в интернете пошел сразу слух. И она говорит, я не стала, она хотела приехать. Так что ты как бы, я не то, что я тебя предупреждаю, науськиваю. Ты просто, ну, они могут встречаться на работе. Нет, слушай, она... Он реально возьмет, так сделает скотобат. Мне кажется, нет, слушай, если бы не встречалась на работе, она бы уже давно растрещала. Сто процентов. Она бы уже всем давно сказала об этом. Если там что-то на работе случится, она растрещит сразу. Ну, ты понимаешь. Она его хочет, она его... Она сделает все, чтобы он был с ней. Зная Катю... Ну, что она сделает, скажи мне? Я думаю, она что-то сделает. Ну, вот, блин, ну что она сделает? Не смешите меня. Мне смешно ли не? Нет, когда она будет видеть тебя, она вообще будет убегать, мне кажется. Она тебя боится просто. Я еще как-то себя сдерживаю. Не, а ты вчера вчера взорвалась. Чего Ольга себе Бузова говорила? На меня сколотило все это. А чего она сидела делала-то? Она сидит на лобном, на него смотрит, улыбается, сидит. Там язык, рот уже, все, все, что можно открыла, уже всем местом всем показала, что она уже там потекла. Ты понимаешь, что надо ему что-то... Мы с ним поговорили вчера, мы с ним... Мы с ним не говорили, чтобы не было ничего. Он хочет, может, добить тебя девочек, что-то. Я ему вчера объяснила. Мы с ним поговорили, он сказал, все, говорит, все, и обещания еще больше не будет, никаких взглядов, разговоров даже, то есть все. Говорит, лишь бы, ну, чтобы ничего не случилось. Вообще, конечно, Варя правильно придирается к Олегу, потому что Олег не только на Катю смотрит. Я видела, как Олег вчера ненароком все равно подходит к Кате. Вообще-то, Оль, вообще-то, по-моему, Варя придирается к Кате, а не к Олегу. А к Олегу она не придирает? Нет, нет. Да ладно, шутите? Вот это очень странно, что Варя придирается к Кате вместо того, чтобы придираться к Олегу, потому что Олег и на Аню вчера смотрел на короткие ее шортики, понимаете? И смотрю, как ребята вместе, да, общаются, Катя со своим поклонником, и он и туда нос свой куда-нибудь засунет. Ну, явно он не проявляет какого-то дикого интереса с Варей. Он с Варей, потому что ему сейчас так удобно, комфортно и надежно. Он знает, что, ну, вот она рядом. А сам глазками ищет, где бы еще присесть, да? А сам ищет, где... Ну, просто Олегу нужна какая-то некая уверенность. Если бы, я думаю, Катя, например, дала ему уверенность, что все, точно не опрокинет и точно будет с ним, возможно бы оно, он и вернется. Хорошо. А почему тогда Олег не дает Варе эту уверенность, что он будет с ней? А ты знаешь, что это ситуация? Почему у нее при пенсии, как всем, кроме него? А я скажу, с Олега спроса тут тоже особо большого. Ну, хорошо, Варя, почему с него не спрашивают? Вот ты удивилась, потому что я знаю, ты бы спросила со своего мужчины в первую очередь. Почему Варя не спрашивает с Олега? Ну, потому что она понимает, что бесполезно. Вы не заметили вчера, когда на стройке сказали Варе о том, что, когда Саша спросил у Олега, Олега, ты бы хотел вот, ну, да, вот волшебство с Катей? А он говорит, ну да, вот хотел бы. Варя, услышав это, у нее даже разговора даже никого не было, потому что она боится, что если она будет пилить Олегу мозг, Олег уже на это зацепится и скажет, слушай, мне не нужно это, давай, до свидания, да? И пойдет, ну, посмотрит со стороны чуть-чуть на Катю, и будут они с Катей немножко побольше. Аленя, я тебя очень сильно люблю, уйдите сюда. Я тебя очень сильно люблю, поздравляю тебя с твоим замечательным праздником, с днем рождения. Я уже думаю, что в следующий год мы будем отмечать два день рождения в год. Это твое день рождения, малыша день рождения и мое день рождения. Но оно будет малозначительным, нежели для тебя. Я тебе хочу пожелать то, что у тебя все в жизни было так, как ты захочешь, и чтобы у тебя было все то, что ты захочешь. Я тебя любил, люблю и буду любить всегда. Песню давай, Люд! Давай, присылай. Я песен еще не буду говорить, я все сказал. Спасибо, ребят. Мы думали, будет фристайл, экспромт, нет? Ну что, ребят, кто хочет еще сказать? Иди, мужчина, в смокинге. Иди сюда. Ребят, обратите внимание, парад на выходной костюм, то, как надо выглядеть в день рождения. Сейчас, секунду. Обратите внимание на его обувь. Просто лакированные туфли. Все, кто не знает, я хозяин этого заведения. Спасибо вам, что вы пришли. Сегодня у нас отличный повод. Это день рождения, прекрасный, незабываемый, очаровательный. Спасибо Ирине Александровне, которая ржется с Самсоновым, стоит и не слышит эти слова. Короче. Я хотел сделать большой подарок. Друзья, обратите внимание на подарок, который сейчас я подарю Ирине... Ой, 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 Ольге. Оля, это паспорт Вари. Это паспорт Вари. В рабство. Теперь Варя принадлежит вам. Я уже, я уже. Спасибо, Олег. Спасибо, мы выходили на вырезы. Это получилось, что я подняла паспорт. А, вот у нас, простите, новый раб. Олег. Блин. Олег. Ребят, это была шутка, заготовленная мной на сегодня. Я на молитву. А на самом деле у меня есть подарок. Это... Подержи. Держу. Что там? Что, стриптиз? Стриптиз. Сам рисовал. Олег, это самый лучший подарок в моей жизни. Браво. Спасибо. Олег, помимо тысячи рублей, ты еще наш раб. Так что, Илю, сегодня везет нас домой Олег. Всем спасибо. Гуляем до самого утра. После шести у нас автопатию. Спасибо. Олег приглашает. Спасибо, буду говорить с двух микрофонов. А следующий, кто у нас хочет сказать пару слов? Давай, выходи. О, там какая-то подзаготовочка. Олечка, я тебя поздравляю с днем рождения. Ты умница, красавица, вообще очень добрая, хорошая. Тебе повезло с мужем, у тебя прекрасный муж. И вот вы ждете лялечку, я вот вам хочу подарить презентик. Смотри, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это на самом деле первый комбизик, который появился у нашего малыша. Спасибо. Так что я его могу разносить, пожалуйста. Чтобы так на выроскать проводим. Очень милый Илюха разносит. Можно? Ну что, а сейчас я хочу позвать на сцену матча этого проекта. Мужчину, у которого просто столько разбитых сердец женских, что мне кажется, никто не может похвастаться таким большим списком. Да, Лёх? Да. Илюх, можешь тебя тоже сюда? Иди сюда. А, мне нет? Да, я хочу, Оль, тебя поздравить с днем рождения, пожелать тебе крепкого здоровья, любви, счастья, счастья, вот, здоровья твоему будущему малышу Семену. Вот, мы решили, что я его буду звать так, да. Вот, поэтому вот у меня небольшой подарок для Илюхи. О-о-о. Вот, это тебе небольшой подарок. И вот, тоже комбез такой. Здорово. На вашему малышу. Придется разносить. Все, давай, Люха. Спасибо. Спасибо. Счастья в вашей семье, счастья, любви, благополучия и благосостояния. Спасибо большое, на самом деле, вот, действительно. Пойдемте, детишки. Пойдемте, дети. Вообще, очень-очень-очень мило. Спасибо большое. А ты, Леха, будешь петь же? Да, ты же, это, да. Заказывал. Заказывал. Ну что, давайте аплодисменты, ребят, чтобы у нас Леха так воспрял духом. Никто понять не может, что за времена, что наша жизнь и игра, или война. Никто не знает, быть или не быть, но если добиваться, значит бить. Правила боя просты, или тебя, или ты. Все, что в тебе с тобой, бросайся в бой. Правила боя просты, или тебя, или ты. Или тебя, или ты платишь за все судьбой. Правила боя просты, или тебя, или ты. Все, что в тебе с тобой, бросайся в бой. Правила боя просты, или тебя, или ты. Платишь за все судьбой. Правила боя просты, или ты. Правила боя просты, или ты. Платишь за все судьбой. Прости, ради бога, я и возмещу, возмещу. Лучше поздно, чем никогда. Так вот, Олечка и Ильюшечка, дорогие мои, вообще вы замечательная пара. На вас реально приятно смотреть. Приятно просто ставить для примера, для подражания. Поэтому я желаю вам семейного благополучия. Желаю здоровья, самое главное, да, все остальное прибудет. Желаю детишек побольше, чтобы первенец родился. Вот и Глеб уже пришел. Я смотрю на вас, и мне приятно смотреть на вас, и приятно брать примеры. И поэтому я с вами советуюсь. И вообще, любви, здоровья, благополучия, успехов во всем, радости, счастья и всего-всего самого лучшего. Да, Глеб? Жена правильно сказала. О, Боже мой. Ребят, спасибо за поздравления. Вообще, сегодня такой потрясающий день. Столько подарков. А Глеб, я не могу. Столько внимания. Спасибо большое. И, знаете, вот я считаю, что в день рождения должны исполняться желания. А у меня такое желание, чтобы на нашем проекте стало как можно меньше неопределенностей, как можно больше любви, симпатий, чувств. И самое главное, поцелуев. Согласен, с тобой полностью, друзья. Я хочу видеть лучших людей. Поэтому сегодня, ребят, поскольку вы мои гости, я хочу начать с вас. Я хочу видеть ваш поцелуй. Ольга, ну знаешь, друзья, потому что... Эй! Эй! Друзья, ну что, Ольга, я не могу тебе отказать. И в честь твоего дня рождения... Иди сюда. Стой. Друзья, сегодня, на день рождения, у Ольги Кожиенко мы с Оксаной Грязко обнимаем себя парой. Это первая новость. Ну вот, ну, хочешь поцелуй, пожалуйста, давай, иди сюда. Я стою за барной стойкой, общаюсь с Димой, просто, понимаешь, поворачиваюсь направо, смотрю, пока Варька смотрит на сцену, этот засранец взял, такой, типа, смотрит на меня и подкидывает виноградинки, знаешь, ловит, и то себе по башке. И поглядывает. Ага, то себе по башке, а потом такой, типа, хи-хи-хи, посмеялся на меня, посмотрел. А я смотрю, думаю, чего к чему, вместо того, чтобы прекратить вот это все, он продолжается. А я ему сегодня подколола, говорю, Варик, ты как проститутка, а Олег как будто сутенер старый в халате. А ты таким поведением доведет, мне кажется, это, Варю, она сорвется, знаешь. Я не знаю, что это делать, чтобы Варя сорвалась, если честно, на него, чтобы довести Варю, я не знаю, что надо сделать. Нет, не на него, а на тебя, как бы она опять не сорвалась. А тебя что, не было? Она вчера на лобом прыгала. Ты была? Я была вчера, да. У меня сегодня был тетет предупредительный для Вари, что если Варя позволит себе что-то, даже при учете провокации, она покинет проект. Да. А я говорю, а в этом будет он виноват? Вот он пока будет на тебя вот так вот смотреть, тебе глазками стрелять? Он ее доведет до этого, она к этому очень близко будет. Она уже, в принципе, готова сорваться. Мне кажется, что у него такая цель, чтобы Варька копирила проект. Я не думаю, что это тетет. Это же мое, да? Да, по-моему. Ну, а что, вроде бы как случайно, она не сдержалась, сорвалась. А он о любви не говорил. Раз и все. Ну, хотя утверждать не буду. Нет, я, конечно, такое предположение не думаю. Просто ему на Варе настолько не чихают, знаешь. Друзья, можно выключить свет? Свет, 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 пожалуйста, можно выключить. Да, как вы думаете? У вас супер вообще, спасибо. Быстрее, я в кровати не мог включить. Я не сказал, что ты так бы хотел. Я тебя хочу. Ну, успокойся, ну. Ну, успокойся. Не могу. Там венчик тебя ждет. А? Венчик, что ж. Что забыл? А венчик, что ты хочешь, тебе? Кто заехал туда, где Олег работает? Аленка мне пишет. О, господи. А Царев в караоке к Тиграну поехал. Что же они все по караокам разбрелись? Звезды, звезды. Я пишу, какой Олег? Ты откуда знала, где он сейчас работает? Она пишет, в Майами. Я пишу, ну как там, поболтала с ним? Она пишет, конечно, у меня была мечта заняться сексом в туалете. О, господи. Я пишу, с Майами, что ли? Ну, типа ржу. Она пишет, а с кем еще? И она это сделала? Да. Да ладно, он мне сидел, лечил. Я, я Варьке не изменял ни разу. Ага. Надо поднимите. Я Варьке ни разу, ни разу не изменял. Я, короче, пишу, так волшебство-то с кем было. Она пишет, спроси у него. Она пишет, вот это я круто оторвалась. Там за всю неделю прям. Передавай привет. А ты тоже подруга такая классная взяла на всю страну. Ее шалашовкой выставила. Ну ладно, сама же написала чушь. Я не знаю, что я не знаю. У меня больница. Только на спине. Только на спине. Я не знаю. Что, почини? А? Что, почини? Я тебя люблю. Я знаю. Ау. Ну как это было? Это было бы потрясающе. Да? Да. Правда? Правда. Ну расскажи. Я не могу поверить, если честно. Садись. Мы сломали кровать. А? Мы сломали кровать. Сейчас варят чинить. То есть все прям. Мне очень приятно то, что в данном случае я там, она 7 месяцев здесь на проекте. Я там у нее там, в данном случае, первый. Первый, как бы. Меня это очень безумно льстит, как бы, да, там, ей, ей огромное спасибо, наглядно, как бы. Но я все утром проснулся и понимаю, что вот это она моя. Все. Как бы я несу за ее ответственность, как бы, она, ну, значит, она моя, как бы, я никому ее не отдам теперь. Она, ну, действительно, она моя. Я не знаю, что произошло. Я в шоке. Клев. Я утром проснулся, а мне нехорошо, понимаешь, что она там, она там обнимает, она там что-то говорит. Ну, а для нее вот все то же самое сейчас в жизни происходит, как и у тебя? Ну, вот она сейчас мне так приятно на звонит, вот сейчас она поехала там в клинику, она звонит там, ты когда приедешь уже? То есть она тебя ждет? Я говорю, днем приеду. Она говорит, я уже соскучилась по тебе, давай там это, давай не послопного, давай приезжай днем. Оксана, ну что, мы посмотрелись, то есть все у нас как бы идет своим чередом, все вроде нормально. Значит, температура сейчас нормальная, все эти, небольшая краснота есть, где правая грудь у шовчика, то есть это как бы нормальное явление. Вот здесь была гематомка, да. Да, ну это все будет потихонечку сейчас выходить. То есть ваша задача, что сейчас грудь одинаковая, белье компрессионной также носите, все эти планки пока поправляете, температуру обязательно пока еще проверять и мерить нужно, вот, потому что, ну, как бы, пока месяц не пройдет, то есть мы за этим за всем следим. Вот, и так периодически мне показывать, то есть график, который мы с вами обсудили, чтобы мы с вами так смотрели, как идет у нас весь процесс заживления, как рубочки формируются, там, как под пластырем все это заживление идет. Ну, в общем-то, так. Ну, на вот, наверное, перевязочки вот на эти вот ходили. Да, на перевязочки походить, посмотреться, то есть сейчас как раз здесь пластырь мы еще дольше носим, здесь мы какой-то пластырь там меняем там по-другому. И все, да. Он мне 50 тысяч раз спросил, понравилось ли ей, либо нет, как бы, какие-то вещи, я там... И сколько, и сколько, точнее, я уже, у меня уже мысли, я просто представляю это все, и что, ей понравилось? Она сказала, что да, как бы, вот, ну, как-то, ну, короче, я не знаю, как это объяснить, ну, просто лично у меня, как бы, что-то внутри-то поменялось, потому что... Ну, то есть вот вам обоим все, что было ночью, понравилось? Да. И это о многом говорит, да? То есть вас тянет друг к другу, вы нравитесь друг к другу. Ну, я называю тебя, как бы, богиня моя, как бы, ну, потому что, ну, было действительно, она была на высоте, она умница. Она показала грудь мне вчера. Красивая? Ой-ой-ой. Ну, это вчера было для меня испытание, потому что она говорит, я, говорит, только тебе покажу. Я говорю, ну, давай, покажи мне. Она вот расстегивает корсет, показывает. А трогать нельзя пока? Я прям вот так вот, прям, так хотел схватить, я говорю, можно схватить? Она говорит, ну, пока еще больно. Ну, я так аккуратно прям поцеловал прям. Слушайте, ну, у вас прям уже нечистые такие откровения есть, я даже как неловко чувствую. Она говорит, ну, теперь твое все. Я говорю, мое, вообще офигенно. Ну, нет, грудь красивая. Слушай, подожди, Глеб, у меня просто мозг сейчас взрывается. Есть одно слово, которое объясняет все, что происходит. Любовь, любовь, любовь. Я не знаю, что это, любовь, не любовь, как бы, но я открыл глаза и как-то раз, и все по-другому. А вам всем понравилось? Мне все понравилось вообще. Больше так больше. Я летаю теперь. Теперь я могу даже вот так ходить. Больше так старайтесь, не деритесь. Я стараюсь, я вообще аккуратно все, что я ее берегу, все-таки это моя мечта, это моя сцена, сцена, сокровенная. Когда мы снимем с вами, например, когда корсет снимем? Корсет мы будем снимать где-то 3-4 недели, когда пройдет. Ага. То есть у нас прошло чуть больше двух недель. Да. Я так понимаю, две с половиной недели. Две с половиной. То есть где-то, ну, через недель, к примеру, корсет мы снимем. Да, 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 уже на Новый год буду красавицей. Все. Мне вам спасибо огромное. Вы просто вот золотые руки. Я даже вот всем отписываюсь в интернете, когда меня спрашивают друзья, знакомые. Просто золотые руки. Таких врачей надо еще поискать. Хорошо. Заботливых таких. Пусть у нас сейчас все пройдет окончательно. Вы переживаете все. Да, все будет замечательно. Тогда мы уже будем праздновать победу. Да, спасибо вам огромное. Все, Оксана. Все, все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Глеб Клубника приехал на поляну и рассказал Ольге Бузовой о своих сильных чувствах, как Саня Рязко. Он поспешил собрать свои вещи и уехал обратно к любимой в городские квартиры. Вчера Надежда Молдаванова получила сообщение от бывшей участницы Алены Морозовой о том, что между ней и Олегом Майами вне периметра состоялась интимная связь. Ведущая лично решила поговорить с Олегом об этом известии, а заодно и узнать мнение Варе по этому поводу. Хорошо, Олег. А? Скажи мне, пожалуйста, ты вчера выезжал на работу ночью? Нет. Нет? Куда я выезжал? А позавчера? Позавчера, да. Как дела на работе? Прекрасно. А ты не догадываешься, почему я тебя и Варю позвала на тет-а-тет и спрашиваю про твою работу? Нет, нет. К тебе на работу приезжала девушка Алена, которую выгнали на голосование в четверг? Да, приезжала. Не ко мне приезжала, а просто была в моем заведении. Она пыталась ко мне подойти, поговорить, я даже с ней разговаривать не стал вообще. Мне неинтересно было. Я удивился, что она пришла на самом деле. Знаешь, она сказала совершенно другую информацию. Она написала сегодня ночью смс-ку. Надя, о том, что вы очень бурно провели время в туалете вместе и сказала о том, что вы занимались в туалете любовью. Могу тебе сразу сказать, что у меня дофига людей, которые знают эту историю. Я рассказывал своему соведущему на работе, коллегам, про то, что она там, ну, пришла, вот эта девочка, ее выгнали на голосование. Она пришла, зовет меня в туалет. Мы сидели и смеялись над тем, что она хочет какую-то тему, короче. Ну, мы просто ржали над этим. Но ничего не было, она все равно, смотри, придумала. Смешно. Бывшая участница нашего проекта, которая недавно сюда пришла, Алена, прислала сообщение, я так понимаю, тебе, о том, что у них с Олегом Майами было волшебство. Ну, вот, Алена, мне вчера пишет, как у вас там что нового, как дела? Я пишу тебя как. Она говорит, слушай, я так хорошо провела время. Она говорит, я когда выехала, значит, ушла за ворота. Я первым делом, говорит, поехала к Майами, где он работает, в караоке. И она, говорит, ну, написала мне, что мечтала о волшебстве в туалете, которое Майами ей, собственно, и подарил. Вот, и целый вечер они провели вместе, там, веселой компанией. Ты веришь в это? Ну... Или она хочет вернуться на проект? Я думаю, что почему она врет? В Майами же часто у нее случались с девушками какие-то отношения. Я поняла тебя. Да, да. Если бы она хотела наврать, она могла сказать о том, что мы в гостиницу уехали, провели там вместе всю ночь. Вот. А туалет – это Майами и туалет. Что ты скажешь? Ты веришь ты Олегу или веришь Алене? Оль, я в шоке, если честно. Потому что, когда Олег тогда пришел, в тот день, он, во-первых, пришел позже, чем раньше, да? Мама обычно приходит в 7 утра. На 2 часа позже. Ой, идите вы, вы че, вы кому? Какую Алену вы говорите, Оль? Вы че, реально, человека ничего не получилось, вы все равно поднимаете такую тему. Вы какая смска? Вы кому верите-то? Олег, дай, пожалуйста, Варе сказать. Просто. Варь. Ты мой. Оль, я не понимаю. У нас 3 дня уже ничего не происходит. Совершенно никакой жизни, да? То есть вообще ничего. Для меня это дико, я не понимаю, как можно жить с человеком, да, там, и ничего не может быть, да? Я не знаю, как ты сейчас будешь убеждать Варю, в чем убеждать. Да я сейчас позвоню просто. Но мне кажется, вам нужно поговорить, ребят. Да как поговорим, бред какой, поднимаете какие-то темы опять глупые. Варь, не мерзни, ты очень холодно одета, идите, пожалуйста, в городские квартиры и поговорите. Пошли, ты кому веришь, кейс-мэски, ты че сидишь наивная девка, блин? Если бы ничего не было, ты пришел бы мне об этом и рассказал. О том, что она приезжала к тебе на работу, на что-то намекала. Чтобы ты опять на панике начала придумывать какую-нибудь шлягу себе. Ты меня обманываешь, я знал, что будет так. Я думал, я хотел тебе рассказать. Кать, ну вот ты как бывшая девушка Олега. Вот ты что скажешь, веришь или не веришь в то, что это было? Мне Олег, когда мы разговаривали на втором этаже, последний разговор, он говорил, что, Кать, я всех хочу. Вы знаете, если Варя еще когда вскрыла переписку, в которой он уламывал другую девушку, неважно какую, да, поехать к ней в гостиницу для того, чтобы заняться волшебством, значит, сейчас это все тоже присутствует. Никто не изменился, мы видим. Ни Олег, ни Варя, опять 25. Соответственно, я полностью верю Алене. Тем более, если она в открытом вот так вот сидит на лобном месте, признается, что общественный туалет может послужить местом для, простите, волшебства. А в Олеге я не сомневаюсь, что он может спокнуть. Алло, Алёна? Алло. Алло, это Алёна? Да, 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 включи. Алёна, привет, это Варвара. А, привет, привет, Варя. Алёна, что, ничего не хочешь рассказать? Мне просто информация дошла небольшая. О том, что у вас с Олегом что-то было в караоке. А ты сейчас не можешь что-то подтвердить? Ты заявляешь Наде же о том, что было, а сейчас говоришь, что узнают своего парня. Я написала Наде о том, что что-то у нас было. Я написала Наде какие-то шуточки с мишиночек. Я говорила о том, что я была в паралоне, была в караоке. Вообще сидела как-то в поле, как в компании. Надя сказала о том, что ты ей написала, что ты давно мечтаешь переспать с Олегом, и у вас все произошло в туалете. Подожди, что ты предлагала Олегу заняться сексом, и он тебе отказал? Он тебе это сказал? Да, он мне это сказал. Сейчас уже в Майами никто не поверит, когда он скажет, что нет, ничего не было. Потому что уже знаем, что репутацию он свою запятнал, и, соответственно, в Варе будет дурочка, если ему поверить, что там ничего не было. А ты думаешь, она поверит? Я уверен, что она будет его оправдывать. Да нет, это там завистливая девчонка, с которой он заселился, ее отшил. Всегда девчонки плохие. Да, и пока она доглядно не увидит, и, соответственно, ничего не будет. Здесь может помочь только детектор лжи, но насколько он кому интересен и нужен, это уже другой вопрос. Лера, как ты считаешь, Варя в очередной раз поверит ему? Ну, во-первых, Олег не из тех, кто изменяет. Он очень верный муж, и поэтому в эту измену я, конечно же, не верю. А честно? Ну, на самом деле, выезжая за периметр на работу, он всегда занимается половой жизнью у себя на работе. Это, знаете, как доп. услуга. Ведущий караоке может тебя еще и в туалете. Мне как-то еще доказать нужно тебе то, что я ничего не мог. Олег, может быть, знаешь, и было, не было, не было, не было, не было. Мне доказать нужно, что тебе еще. Олег, он мне просто сидит по телефону и говорит о том, что он мне сказал, когда я ему предложила, говорит, уединиться в туалете, он сказал, иди в женский, я сейчас приду. Я понять не могу, Варь. Я оправдываю за то, чего я не делал. Я тебе верить не могу. Я тебе уже трижды доказал сегодня, что я этого не делал. А почему ты... У меня есть раз свидетели, у меня есть два мои просто уверенные глаза и мое состояние, я уверен в себе. А почему ты волшебством не занимаешься с Варей последние дни? Что происходит, я просто не понимаю. Что происходит? Ты приходишь с работы, у нас ничего нету, у нас три дня, ничего не происходит. Даже если это не она, я больше уверен, что еще кто-то там был. Не было, я тебе не изменял ни разу. Я тебе не изменял ни разу. Ты только что говорил, я всегда хочу секс, ты только что сказал это. А теперь три дня у вас ничего не было. Олег, в принципе, говорит, что он готов пройти детектор. Да я вообще готов на все. Какой детектор только, что человек сказал, что ничего не было. Только что. Кому ты веришь? Какой Алене? Кто это в твоей жизни? Я просто не понимаю, что между нами происходит. Да. Чего? Чего-то не знаю. Я, конечно, понимаю, что моя имя такой вот ветреный, легкий там и все. Чего-то как-то мне не верится. Я бы не поверила и подумала, на самом деле, что девочка использует корыстные цели, чтобы вернуться заново на проект, если бы он ни разу не был замечен в измене. Мальчик, который постоянно на меня... Ты там не сыграла, Лер? Я не думаю. Ну ты вспомнила, она тогда, когда я на горку читала. Миша, вспомнишь? Она что сказала? Мне очень... Не, подождите, если бы она не озвучила под камерами переписку, это у стальных сетей Надя. А она просто и написала. Ну... Просто у нее сейчас все наложено. А с другой стороны, если бы они... Нет, я вам скажу одно. Я вчера утром видел в Майами, он был из дикого перепоя. Он в день утра пьяный, говорит, пришел еще. Судя по его состоянию, там все это могло быть на сто процентов. Смотри, а когда у тебя была дисквалификация, ты жил у женщины на квартире. У девушки какой-то. У какой девушки на квартире я жил? Ты жил. Ты рассказывал сам. Чего гонишь вообще, что ли? Ну просто к тому, что не караоке может быть какой-то публичный дом, а другое место. Куда ты уезжаешь? Ты что, уходишь, что ли? Ты что, уходишь, что ли? Не, хочешь сказать, что на Арбате я жил? Нет. А ты жил один или с девушкой? С девушкой. Какой-нибудь с девушкой, я пережил к ней иногда. Я, ну Олег рассказал. Примерно как и сейчас, что он любит секс, но почему-то три дня уже его нет. Ну потому что все эти три дня он уезжает, поэтому и нет. На работу. А зато когда ты здесь, в будни есть, потому что в будни есть Варя. А на выходных зачем? На выходных есть Арбат, квартира на Арбате, караоке. Какая квартира на Арбате? Что он на Арбате? Какая квартира на Арбате? Ну ты сейчас прогонишься. Нет. У меня подруга на Арбате живет, я был у нее, да, пару раз. Ну подруга живет. О, Глент, привет. Всего пару раз, всего. А, что только на пару раз тебя хватило? А что так мало? А, ну произошла неприятная ситуация, выяснилось, что, возможно, Олег изменял Варю. Ты относишься к волшебству? Ты без него жить не можешь. Вот объясни мне, как со мной можно три дня, ничего не происходит? У нас с тобой ничего нет три дня. Пхерик. Это выходные просто были, да? Он там справлялся. Ты по будням, Варька. Когда он уезжает, он уезжает. Ну либо что, в смысле, возраст идет, как бы, что ты маленький, ребенок, что-то волшебство говорит. Может, еще какие-то причины? Варь! Что? Ну что, я не понимаю просто. Что, что, ничего, не хочу я три дня. Не хочу секса, не тебя секса не хочу. В чем проблема? А как такое возможно? Вот такое возможно. А что у тебя? Вот так. Что такого? Ты три дня без секса, что такого? Нет, Олег, понимаете, мы 15 лет в браке были, нам уже по 40 лет было, три дня, я понимаю, это ерунда. Но я знаю, как ты к этому относишься. Да, я как-то вот так отношусь, что вот я три дня не хочу секса. Маська, а что ты расстраиваешься сидишь? А ты думала, что по-другому смысле в твоей жизни будет раскрыться? Нет, я просто не знаю, мне муж какая-то причина. У меня, знаешь, у меня уже самооценка начинает попадать. Да, тебе есть причина. Я муж какая-то не такая, какая-то фригидная, может, что он со мной не так. Не, Варь, не вообще ничего. То есть, что у меня мужик не хочет. Как это возможно? Варя, давай поговорим домой, пойдем. А что, как делать, что дальше будем делать? Дальше что будем делать? Я понять не могу. Я тебе объясняю, я не изменяю. Есть факты, есть доказательства, в чем проблема, что не так, что делать дальше? А, скажи мне. Твое мнение, как ты думаешь, изменяло или нет? Я знаю, что. Сколько раз мне Катя Куртюрина рассказывала. Он такой человек. Он будет изменять. Он будет ей изменять. Ничего не изменит. А, да, малыш. Это я. Он будет ей изменять, ты понимаешь? Все, это диагноз. Это кобель. Хватит там болтать. Я продаю тебе цветы. Молодец. Я вас оставлю. Да ладно, оставайся. Сейчас досочек на розы. Белые розы. Белые. Мои любимые. Как ты думаешь, маме понравится, если понравится это? У-у-у-у-у. Держи. Спасибо большое. Мои любимые. Все хорошо? Да все хорошо. Там в интернете пишут опять такие гадости, понимаешь? Что у меня там опущение каких-то имплантов. Жестко. Еще что-то. Вообще я какую-то чушь пишу, понимаешь? Какая непосмемная. Все хорошо. Просто вот эта вот сторона, я тебе же говорила вчера, аккуратно, 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 не напрыгивай на меня. Надо аккуратно, беречь их надо. Беречь их надо. Будем сегодня аккуратно. Будем беречь их. Будем беречь их. Хорошо. Варечка, пойдем домой, пожалуйста. Пойдем. Мась, ну что ты села в коридоре плакать, кис? Пойдем. Пойдем. Заходи. Пойдем домой. Давай я тебя на ручки возьму. Мась. Женулечка. Мальчик. Пойдем, моя девочка. Давай я на ручки возьму. Пойдем. Ты так быстро вернулся. Ты соскучился, потому что быстро вернулся. Я не могу. Я под тобой не могу. Моя девочка. Моя Кишуля. Ты не выспалась сегодня жуткая. Я должен его спасать. Моя красота. У меня теперь такое ощущение, знаешь, что это? У меня маленькая девочка, у которой никогда в жизни не было мальчика. Вот у меня такое ощущение. Еще сильнее хочу тебя. Вот я тебе реально говорю. Как будто я маленький, вот как будто я еще совсем девочка. Я девочка как будто. Хватит, хватит. 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 Хватит, Глеб. Надо починить кровать. Надо починить кровать. Ну, пожалуйста. Заходи. Давай починим кровать. Заходи. Давай починим кровать. Заходи. Давай починим кровать. Давай починим кровать. Я не могу. Глеб, ну не надо. Это неудобно, дискомфортно. Нет, не надо. Ну, не надо. Я тебя прошу. Ну, Глеб, ну ты что делаешь? Нет. Я бы стоил у тебя. Не надо, Глеб, ну пожалуйста. Что-то не надо. Все, надо? Ты что сейчас? Это что делаешь? Я не могу, ну я не могу. Ну хватит. Не выдумывай. В бригаде у Олега Маяни появилась новая координата, состоящая из трех букв. А почему? Нам расскажет Ксения Бородина. Олег, хотелось бы на самом деле узнать, что происходит, потому что появились слухи о том, что ты, оказывается, провел вечер, так это назовем, в объятиях Алены, бывшей участницей нашего проекта. Во-первых, это абсурдная ситуация. Алена действительно приходила ко мне в караоке, пыталась с вами поговорить, что там ходила вокруг меня, там что-то стояла, смотрела. Мне было абсолютно неинтересно. Потом от нее последовала следующая фраза. Я уезжаю в Киев, пойдем в туалет шпилю или делать. Я работаю, я в принципе не могу себе позволить, мне это неинтересно, мне нафиг не нужно. Это действительно абсурдная ситуация получается, Олег. Понимаешь, ты опаздываешься, приезжает в 9 утра, на следующий день весь никакой. Понимаешь, оказывается, приезжает тебе Алена. А мы должны все поверить в то, что пришла Алена, предложила волшебство, ты отказался и решила об этом просто нам не рассказывать. Слушай, Верит какой-то непонятной девчонке, которая была там неделю на проекте, я говорю, какую-то СМС-ку я сегодня доказал достаточно, что я с Аленой, у меня с ней ничего не было. Хорошо, Варя, хотелось в этой ситуации послушать тебя. Я хочу, чтобы это все прекратилось. Мне надоели эти разговоры, мне надоело то, что Олег вечно именно с ним происходит вот это все. Почему-то ни у кого в паре такого нет, только у нас. Я просто не понимаю, сколько может это продолжаться. Сегодня я узнаю некоторые моменты, где Олег был на дисквалификации вообще, у какого он друга жил на Арбате. У какого друга он жил на Арбате? У какого-то друг в кавычках, там, походу, была подруга. То есть он жил у девушки? Мы уже расстались. Катя Токарева сказала, что он жил у девушки. В любом случае, сегодня Олег сказал следующее, что он вообще готов ко всему. Ну, стреляйте в меня, я не виновен. Ну, окей, стрелять никто не собирается, собираемся пригласить завтра детектора лжи. Не вопрос. Вот, который и определит, что было, что не было, с кем жил, с кем не жил. Ну, все, буквально все. Вот все и спросим, что было, а что не было. А можно еще слово? Можно. Варечка, тихо, тишина, вы все люди. Мне, знаешь, тебе хочется сказать, я действительно очень много делаю неправильных вещей, и эти три дня действительно, они какие-то странные. Но это не означает, что ты меня не возбуждаешь, как женщина, что в тебе что-то не так. Потому что ты реально, у меня очень красивая, сексуальная, и я давно тебе не делал ничего приятного. Я хотел сделать... Слышь ты с крыши. Я прыгаю с крыши. О, ты с вами, Соба, ты с вами. Солнышко моё, это тебе под кофты, я же не знал. Варь, ну, это что, дядь, цветами... Ну, что за показуха? Просто даже Софи Лорен говорила про своего мужа. То есть, когда мой муж начинает мне дарить бриллианты, значит, 100% он не изменил. Вот, но я не изменял я ни разу. Может, цветами то же самое? Ребят, кстати, вот мы с Варей встречаемся, я ни разу не изменял. Ни разу. Ни разу. Даже во время дисквалификации? Какая крутила полгода назад. Олег, даже во время дисквалификации? Во время дисквалификации не изменял. А что ты улыбаешься-то сразу? Какая ты вруча вообще. А? Поглянись. Ты сегодня клялся уже. Давай, надо всех. Клялся я. Клянусь. Мнение, ребят, кто что может сказать? Глеб. У Олега изначально просто нет чувств к Варе таких, чтобы он где-то там себя сдерживал. Где-то был в рамках, где-то там не изменял. Он это будет делать в любом случае. Не сегодня, так он это сделает завтра. А Варе в данном случае, как бы, у Варе есть два выбора, которые она должна сделать. Либо жить с мужчиной, который ее изменяет, таптывает грязь и унижает. Либо просто, как бы, от этого мужчины уходить. Третьего варианта здесь не дано. Потому что, ну, в данном случае, если она его прощает и с ним сходится, она, значит, разумом осознает, что, как бы, она выбирает себе мужчину, который ее не уважает. И который однозначно ей изменит. Давайте завтра тогда приедут к нам специалисты, которые, собственно, и определяют, с кем жила Варя. А уж дальше Варе решать, плохой ли человек Олег и уходить от него, либо все оправдается. А мы... Кать! Уже не сказали. Уже стоять. Не сказали, что там последняя ступенька. А вы в твоей ступеньке здесь. Блин! Я не хочу на свидание с собачкой. Кать, я сейчас тебя подведу к креслу, ты просто на него присядешь, хорошо? Только не трогай руками вокруг, ничего сейчас, ничего руками не делай. Вот кресло, давай, попец пристраивай. Кресло там можно потрогать? Да, можно. Так. Сидим, да? Ты сидишь, да? Угу. Вот, и, короче, потом, когда придешь, вниз шарчик принесешь. А, спасибо. Катюш, можешь снимать повязку. Можно, да? Да. Дима, ты? Это я, представляешь? Сняла? Ой! 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 Бальцами нежными, я губами смелые, Чувствами светлыми я раньше всегда была. Ох, раз, вник ожидания Оставка милой, Бальцами осудной, В м��ленно время Чесче дыхание Беж Тото, дым сердце Стactic Вметелье Парнии Преплетآта Петель Вiera Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Не более живой Не колется иголки от букета? Я бы хотел Посвятить этот Маленький вечер Этот танец Пахнет, кстати, круто Да, ты тут, видишь, волнуюсь Собраться не могу Да, я хотел бы, чтобы ты была Моей девушкой Мы объявили завтра об этом На лобном месте, что мы пары Что мы строим отношения Что нам не нужны Ни Олеги Ни Вовы Ни кто-то другие, да? С твоей стороны и мне Какие-то другие девушки с моей стороны Ну, тебе же никто больше здесь не нравится Ну, кроме тебя никто Пока или навсегда? Пока Ну, я согласна Будь моей девушкой Я согласна, но вот просто Ну, ты знаешь, да, что сейчас вот У меня иногда происходят такие, как бы В голове движения Ну, я все вот постараюсь себе убрать Потому что... Нет, ты скажи мне без «но» Просто согласна или не согласна? Согласна Ну, все Ну, бесит, да? Ну, не надо здесь Давай, угощайся А я пошел Поедай Поеданием Моего сердца Спасибо Ты сердце редко? Да, я жестко вообще Причем Твое я съем А так обычно Разбиваю Знаешь, разбрасываю Давай выпьем За наш тандем За нашу пару Я очень рад, что Такие короткие сроки Мне По крайней мере Получилось Добиться твоего расположения И Согласия На создание пары Я Давай Давай Я надеюсь, что у нас все будет хорошо Мы будем молодцы Да А я надеюсь, что У нас все будет не только хорошо Но и без лишних Все-таки Без лишних людей Здравствуйте Я Ольга Бузова И это телепроект «Дом-2» Где одинокие сердца Ищут друг друга Варвара Третьякова В очередной раз Простила Олега Майами И поверила в его слова О том, что никакой Измены не было Вот только коллектив считает Что Олегу опять удалось Обвести Варю вокруг пальца А самому выйти сухим из воды И поэтому, чтобы не дать В обиду Варю Но и не обвинять Голословно Майами Сегодня мы устроим Испытание на детекторе лжи Наступил 3129-й день Нашей телестройки Вчера Варвара Третьякова узнала Что Олег Майами Изменял ей С бывшей участницей Аленой Морозовой И, конечно, очень огорчилась Сам парень Категорически не признает Факт измены И готов пройти тестирование На детекторе лжи Чтобы доказать Варе и всем ребятам Свою невиновность Привет, Олечка Но как там твои отношения С Димой развиваются? Расскажи мне, пожалуйста Хорошо Прям хорошо, хорошо, хорошо? Или пока еще Не настолько хорошо Чтобы претендовать На городские квартиры? Хорошо, хорошо, хорошо Чтобы претендовать На городские квартиры Серьезно? Угу Тебе он нравится? Мне он нравится Мне нравится, что мы с ним На одной волне Мы очень похожи И я смотрю на него И знаю, что ему Там будет приятно Что неприятно И мы даже иногда Фразы одинаковые говорим И похоже шутим Так прикольно Но есть кое-какая проблемка Вот Но по поводу Там прошлых моих признаний И я очень благодарна Диме Что он с пониманием Относится к этой всей ситуации Не ревнует тебя коллегу? Ну я вижу, что ревнует Что он так и злится чуть-чуть Но он входит в положение Москва тоже не сразу строилась И наоборот Мы не ищем легких путей И я пообещала ему Что я сделала Вот так, как он сказал Мне вчера на романтике Когда я явил на спа Вот Чтобы Как мне бороться с этим всем И я готова Отходу у Колесниченко Любовь-то такая возникла Там, занимаясь Что они аж решили В городские квартиры Когда это Колесниченко Зачем Да, одежки истали Да, понятно Это с образом Я сейчас вообще об этом не думаю Мне больше волнует То, что я хочу остаться Убрать Ну, мог до Задойновых заселить Потому что, знаете Они там уже настолько приелись На поляне И у них какое-то будет новое развитие Типа в городе Вот это Вот это Я уже представляю От солнечного Вот знаешь Вот просто реально Мне кажется, что у вас отправляют почему-то На поляне Мне кажется, что не просто такая Ну, появляется такая информация Не, я не думаю Если у вас такое обоюдное желание Заехать в городские квартиры У меня возникает вопрос Вместо какой пары? Ты знаешь, Олечка Может где-то будет жестоко звучать Но У меня несколько аргументов Чтобы заехать в комнату Ну, с желтыми диванами В которые, во-первых Я когда-то Ну, делала ремонт Да Не будем вспоминать бывшие отношения То есть вкладывала душу В какой-то момент А во-вторых Вот Катя и Юра Ребята, которые там живут Я очень хорошо к ним отношусь Я понимаю, что это немножко Как предательство смотрится Но так как я предатель со стажем Нет, ну Не будем Предательница со стажем Это хорошо было сказано Да Вот Я просто считаю, что Олечка Если они сегодня не выйдут С этой квартиры В день заселения Да Они расстанутся И все Катя потеряет отлично Почему ты думаешь Что они расстанутся Если они будут продолжать жить В городских квартирах Ну, с моей точки зрения Катя обесценила абсолютно Юру Сейчас происходит то Что у меня когда-то Произошло с Олегом Он вкладывает в нее Он ей открылся А она перестала его ценить Она заблуждается В том, что на самом деле Счастье И что она начнет его ценить Если вы их выселите На поляну Знаешь, почему? Почему? Потому что уже не первый день Уже около недели Наверное, ходят разговоры На поляне Что Ну Ребята стали замечать И я даже Вот вчера на лоб Мы сели буквой Г И я заметила Какие-то взгляды От Юры на Лерку Мастерко Катя Клесниченко Вместе со своим Новым молодым человеком Димой Хочет заселиться В городские квартиры И выгнать оттуда Катю Докареву И Юру Слободяна А Лера Мастерко Похоже рада Такому повороту событий Потому что Она неравнодушна к Юре И думает Что ее симпатия взаимна Ну а в городе Олег Майами Готовится пройти проверку На детекторе лжи И доказать всем Что он не изменял Варе С бывшей участницей Аленой Морозовой Хорошо Олег Вопросы мы обсудили Да Сейчас я их буду тебе задавать И ты на них Просто однозначно Отвечай Да либо нет Хорошо То есть только да или нет Только да или нет Я надеюсь что тебе честно Большое встречение Готов Я настроился Настроился Хорошо Ногами не двигай Я здесь все это вижу Давай начнем Скажи пожалуйста Ты сам лично Специально интересовался Где нибудь Как обманывать Детектор лжи Нет С теми участниками С кем ты общался Кто-то тебе объяснял Рассказывал Как это делать Нет Скажи пожалуйста В период отношений С Варей Ты сохранял Ей верность Да Скажи Олег Вот на сегодняшний день Как ты сам считаешь Ты любишь Варю Нет Олег За последние три недели У тебя возникали Мысли заняться сексом С другой девушкой Кроме Варе Да Скажи Во время отношений С Варей Ты целовался С другой девушкой Либо с женщиной В губы Не считая Кого-то из родственников Да Скажи пожалуйста В период отношений С Варей Ты можешь Однозначно Утверждать Даже что ты целовался Исходя из того Что с другой девушкой Что ты все-таки Верен Варе Верен Скажи Олег За период отношений С Варей Вот за эти полтора месяца Ты провоцировал Других женщин Девушек На сексуальный контакт С собой Нет В период отношений С Варей Ты думал Заняться сексом С другой девушкой Да Работая в клубе Кто-то тебе Из посетительниц Предлагал заняться сексом Нет А Алена считается Посетительницей Ну она же была в клубе Значит да Мы проверяем Твою искренность Ну если только Алена Да не важно Я же спросил Про посетительниц Олег Хорошо Следующий вопрос Скажи пожалуйста У тебя были Интимные отношения С Аленой Нет А вообще Ты говорил Когда-нибудь неправду Обманывал кого-то В жизни своей Да Скажи пожалуйста В период отношений С Варей Ты ласкал Интимные части тела Какой-то другой девушки Да Да смысл этого детектора Выводить будут Олежку На чистую Да что там выводить Нам и так все понятно Он если не изменял То изменит обязательно Прям куда там Прям сейчас Детектор раскроет Прям все тайны Олега Ну я вот тебе говорю Я вот садилась на детектор Да Но я была уверена В своей правде Я хотела и телезрителям И ребятам доказать Что я говорила правду А что касается Олега Он как врал Как изменял Он так и будет ей врать И изменять И ничего уже не искоренить И не изменить Мне вот почему-то кажется Что детектор будет Задавать не те вопросы Детектор вот задавал бы Вопросы касаемо Кати Колесниченко Вот это вот было бы интересно Ну у Олега там Как он относится к Кате Ну как он относится Я думаю что он бы Занялся бы с ней волшебством И снова бы Видишь как Глаз горит у него На нее В сексе с Варей Ты хотел бы Изменить технику Нет Ты занимался сексом За всю свою жизнь Больше 30 раз Да Олег вот когда ты занимался Сексом с Варей Ты представлял На ее месте Какую-то другую девушку Нет За всю свою жизнь Ты вступал В интимные отношения Более чем С пятью женщинами Да Олег Ты себя сам считаешь Настоящим мужчиной Да Скажи Олег Ты хотел бы Чтобы Варя От тебя забеременела Нет В период отношений С Варей Ты пытался соблазнить Другую девушку С целью заняться С ней сексом Нет Пожалуйста Мышцы не напрягай Я повторю вопрос еще раз В период отношений С Варей Ты пытался соблазнить Другую девушку С целью заняться С ней сексом Нет Олег Если ты поссоришься С Варей Из-за обиды Ты можешь Ей изменить Нет Скажи пожалуйста У тебя был Секс с Аленой В туалете Нет Ты считаешь Что слухи о том Что у вас был Секс с Аленой Эти слухи лживые Конечно Да Я тебе клянусь Я когда сидел еще здесь Когда я еще даже не думал Что уходят вместе В спортзал Что вы общаетесь А ты чего я не думал Я говорю Мне кажется И все наши женские спальные Юрка подошел бы больше к тебе Потому что ты не знаешь Нас все есть такая Наша политика Такого неправильного парнишка Он не может направить ее В правильный русский Потому что Катька тормозит везде Ему постоянно подножки делает Проверяет Что-то там выясняет А ты такая более Мне кажется Грамотная в этой теме Ты бы как-то его Направил в нужное русло Мне кажется Он бы нормально расцвел Казал бы себе мужчина настоящего А то Катька его принижает постоянно То Шпиндель То мужик Кацева больше выходят за жопу Как-то знаешь Стремновато Нет Начинает жуть Попу нагонять Что все плохо Что все их хотят Как-то подкругнуть Поэтому просто Майами Можно переселить в первую комнату А мы займем в третью А по сути Если даже И вы выселяете Майами То Майами не дурак Он из города не поедет Он поедет в разбитую Венцевскую комнату В первую комнату Да В первую комнату А чтобы он Ты же тешил В эту комнату Спасибо, Вер Потому что Майами звали Срут ее Не надо Тебе не кажется Что мы сейчас разосрелся с токарем Не то, что тебе кажется Я уверен Да, я тоже верно А я скажу тебе Это тему только на благо Потому что я тебе объясняю Когда я узнал Что токарь общается с тобой Я думал наоборот Она берется у тебя Какого-то знаешь Такого грамотного опыта Женского Ты бывает рассуждаешь Правильно, четко И понимаешь Понятие мое Восприятие твоих слов Когда оно более расширено И более доступно мне лично А Катька наберет словесный супонос И швыряет на всех Направо, налево У нее много слов в голове Но оно, знаешь Безразборно разбрасывается Именно влево-направо Поэтому я всегда Корил ее за это Скажи, пожалуйста Если в период отношений с Варей Другая какая-то девушка Тебе предложит секс Ты откажешься? Да А скажи, пожалуйста, Олег Вот за эти полтора месяца То есть вот кроме Варе У тебя секса Ни с кем не был кроме нее Да Ну интимные части тела Ты другой девушке ласкал Да А Варя-то знает? Это Алена Это Алена Грудь Грудь? Да Там же, в караоке Нет, в доме В доме В комнате Ага Ну не там Не в туалете Нет Ага Ты на работе вообще пьешь? Да Ради чего? Ради того, что девушки тебе понравились? Нет, просто бывает Пару коктейлей люблю выпить Понятно То есть даже по трезвому Ты в туалет соленый не пойдешь Я правильно понимаю? Не на пьяную, не на трезвую Не пьяная, не на трезвую Хорошо А если тебе Варя предложит в туалет пойти Пойдешь с ней? Да Хорошо А как ты сам считаешь? Тебе получается врать? Да То есть ты умелый такой, угол Да Да Ты кайфуешь от этого? Нет Понятно Но когда надо, ты играешь Да Что, Олег? Где же вы собрали? Я лично нигде Нигде? Да Давайте про Алену именно Мне вот интересно Хорошо То есть Все-таки стоит, наверное, Алену проверять, да? Вы знаете Алену ничего не стоит проверять Я уверен в своих ответах на ваши вопросы На все сто процентов? Да Хорошо Ну, в любом случае, Варя, я тоже уверен в правдивости слов Олега Отношения ваши, Олег сам объяснил, да? Бывают ссоры, бывает так, что он нацелуется с кем-то, да? Бывает такое? Это было, да Это было Но, тем не менее, то, что касается данного случая Секса с Аленой, тем более в туалете, этого не было А вообще еще был вопрос Была ли измена вообще за полтора месяца? Нет Не было То есть, вот, поцелуи были, да? То есть, Олег Такого не было Олег определился у нас На второй раз уже решил все говорил Ты рад, почему? Я знаю просто Я просто говорю, что я уверен в связи с вопросом Нет, то есть, в интимные отношения, сексуальные отношения Анальные, вагинальные, оральный секс Такого не было Судя по моей лыбке, уже понятно, как прошел этот лжи Я доказал, что я прав А Ксюша Бородина расскажет, как это было Ну, вот как раз не Ксюша Бородина расскажет, как это было А, собственно говоря, вы, ты и Варя мне расскажете, как И, соответственно, ребятам, как все было Можно я расскажу? Давай Ребят, честно, я не испытывал ничего такого вообще никогда Когда на тебя, как бы ты не был уверен в себе, в своей правоте, да Ты садишься, на тебя надевают всю эту штуку Тебя прям трясет, сердце бьется, пульс А этот, как он, пот из пальцев, лоб мокрый Я лоб вообще устал вытирать Вот, у меня ноги потели Я чувствовала Но я, ребят, я доказал, что я прав Детектор показал, что я не изменял Не только соленая, а вообще в отношениях с Варей не изменял ей Поэтому я чист перед собой, перед моей девушкой, перед Ксюшей Бородиной И вообще перед всеми Вот, кто переживал Особенно передо мной, конечно Итак, это действительно правда Я вам хочу сказать, и у Олега действительно не было никакой связи интимной с Аленой Но, тем не менее, детектор показал, что во время отношений с Варей У Олега были поцелуи с другими девушками Он может приобнять другую девушку Даже потрогать ее за какие-то интимные места, пощупать И что самое интересное, Варя как-то спокойно на это среагировала То есть, получается, только, грубо говоря, половой контакт, секс Он может считаться изменой А все остальное, что касается поцелуя, объятий, слов, комплиментов В адрес другой девушки, это не считается Все это мы уточняли, когда все это было По поводу прикосновений каких-то интимных мест Или, как это называется, грудь Мне это неизвестно Это было с Аленой в то время, когда они заселялись По поводу поцелуя Поцелуй был во время дисквалификации Детектор подтвердил то, что это было во время дисквалификации То есть, не во время наших отношений Во время дисквалификации, простите, вы еще были вместе Да, вы не расставались Да, 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 это все я знаю, мы поговорили Но, на самом деле, то, что я, возможно, где-то внутри ожидала услышать Боялась услышать Это не подтвердилось На самом деле, до последнего Ну, то есть, Варя, получается, я все знаю, но, как всегда, прощаю А что случилось? Ну, блин, да Просто у меня внутри совершенно другие эмоции были Я думала, что, возможно, так узнается Как что случилось? Ну, вот узнав об этом, например, там, я не знаю Каждый нормальный человек в паре, там, не знаю, не дай бог Там, у Даши, у Гажиенок, да И там, у Женьки, там, не знаю У кого угодно Будет реакция не такая Ну, не будет реакции А что случилось? Да, как бы начнется, не знаю, война, понимаешь? Это будет вообще, это, ну, для каждой девочки, там, это боль страшная, когда такое узнаешь Все, спору нет Но просто до этого поцелуя, получается, мы расстались, да Там, во время дисквалификации мы, как бы, помирились на телефоне И после этого, этой же дисквалификации мы тоже расстались Грубо говоря, то, что сейчас у нас происходит, мы начали с нового листа Я не хочу возвращаться к тому, что было тогда То есть для тебя было важно, главное, чтобы он не изменил тебе с Аленой, вот когда И вообще во время наших отношений с ним Что детектор подтвердил, никакой измены не было Хорошо Отлично Ребята в городе, на поляне Вы все верите в эту правду или нет? Ты знаешь, я могу сказать, что я считаю, что Олег порядочный парень Он однолюб Да, и сегодня одну любит, завтра еще одну Поэтому нормально Ну, конечно, насчет однолюбы, Ринсана, вы загнули Катя хочет Колесниченко сказать Я считаю, что детектор должен показывать правду и только правду Значит, просто, наверное, мы настолько привыкли Олега обвинять в его многочисленных изменах Что не хотим во что бы то ни стало верить в детектор Действительно, я думаю, наверное, измены не было Ну, наверное, я сама думала, что было, да? Потому что я знаю Олега, он если захочет, он и выкрутится, как уж на сковородке Значит, действительно, не было обиженная девочка Девочка Алена написала что-то Наде А почему у Варьи нет таких эмоций, каких мы ждали? Вот как Ксюша говорила, что слезы, обиды, разочарования Да, ребят, у Варьки уже иммунитет железный на эти варианты Поэтому, ну, как бы... Ну, что же, Олег сегодня вскочил радостно и сказал Все, я доказала свою правду, теперь можно смело идти изменять Будем надеяться... Не было такого, что-то не было Как, не было? Не было такого Не было? Это не сразу было, потом Да я искала потом Я так и сказала потом Ладно, Варечка, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала Поэтому, собственно говоря, такие у вас отношения Надеемся, действительно, что все это оказалось правдой, Олег не изменял Мы переходим к следующей теме У нас сегодня голосование за квартиры в городе Мне хотелось бы знать, какие пары претендуют сегодня на городское жилье На поляне поднимите, пожалуйста, руки Кто там? Саша с Задойнов, с Яной Дима с Катей И все Две пары А Калян с Ирсаной Что, отменили? Итак, и получается на поляне две пары и две-три пары городские У нас получается Глеб, Майами и Катя Так, давайте начнем с пары Кати Клесниченко и Дима Почему претендуете? Совсем новая, свеженькая, юная пара Впервые стартует на этом забеге Итак, хочется узнать, почему? Мы претендуем, в первую очередь, конечно, уже какой-то уголок свой приобрести Дабы развивать отношения уже непосредственно вдвоем, а не в коллективе Какой-то новый уровень для нас Также я преследую цель Как бы выяснить, какие отношения между Катей и Олегом, да? То есть непосредственно в городе Нормально выясняется Вот дебил, что это выясняет Едет с девушкой, выясняет, есть ли у него отношения с бывшей А зачем тебе вообще в клетку к тигру бросать кролика-то, я понять не могу Для чего тебе это нужно? Катя продумала план Не думала, что ее парень расскажет Дима, что такое за эксперименты ты ставишь, простите? Да, это не эксперимент, это на самом деле я верю Кате, да, то, что она говорит о своей искренности в мой адрес, что она хочет забыть Олега Так ты хочешь с Катей в городе отношения строить или ты хочешь проверить, побежит она тебе изменять с Олегом или не побежит? Нет, здесь я хочу, конечно, в первую очередь свои отношения развивать Но мне в тот же момент нужно знать, насколько человек ко мне искренне относится Дима, у меня просто вопрос, ты все уверен Кате, Катя сказала, что у нее нет чувств, так зачем ты сам едешь сюда, где я, что кто-то могло вернуться или еще какие-то провокации? Как правило, все отношения на поляне Оставайся на поляне, устрои отношения с Катей, все, довольствуйся, построи там свой уголок, заселяйся в комнату и живи спокойно А что ты так нервничаешь, ты успокойся? А я хочу Катю, Катю хочу, сейчас приеду, Катике сейчас приеду Кать, ты что скажешь? Тебе это зачем? Мы вчера объявили себя с Димой парой, вот, был очень приятный романтик И, соответственно, мы все знаем, какая лафа городские квартиры Нет зарядки, нет стройки на улице, свободный распорядок дня, выход в город, гулянки Я хочу проводить с Димой больше времени, хочу расширить наш кругозор Тем более Дима избрал действительно очень смелую тактику Мы с ним поговорили, он выразил свои пожелания по поводу моего поведения в адрес Олега И я буду делать все так, как он мне сказал Но я так понимаю, в этой ситуации самой Катерине выгодна эта ситуация Потому что заодно она проверит себя, как правильно она выразилась, все очень удобненько И в данной ситуации Дмитрий выступает в роли такого помощника Потому что без него она бы не переселилась поближе к Олегу А раз есть Дмитрий, как бы с помощью Дмитрия все это быстрее провернуть Слушай, я абсолютно с тобой согласен Нет, дезинформация, протестую, красная кнопка в эфире, можно сказать? Да, Кать, протестуй Я протестую, я не согласна с тем, что вы говорите, нельзя так говорить Вы не знаете, как ситуация обстоит на самом деле Да, это сложно, я называла на ТЭТ сегодня, да, битва с драконом Остались у меня какие-то эмоции И я вот так вот лицом к лицу просто по остатке подавлю в себе Потому что я мозгами понимаю, что мне это не нужно Мне нужны новые отношения У меня в приоритете молодой человек, который ко мне пришел, который мне безумно нравится Это Дима Да, у меня, может, нет тех эмоций, каких бы хотелось бы в начале Но Москва тоже не сразу строилась Хорошо, Кать, ну, дракон это слишком громкое слово, я бы сказала с дракончиком Так, мы переходим на городские квартиры Ну, Саша Задовин с Яном все понятно И у нас здесь Глеб Нужна квартира? Да, конечно Безусловно Очень нужна Очень нужна Олег? Безусловно, вы что, у меня отношения Я живу в своей комнате, с своей девушкой И в мою комнату ходу никому другому нет Спасибо, Юра Конечно, нужна Нам очень удобно, здесь мы развиваемся как пара И здесь это происходит в более лучших условиях, чем на поляне, я считаю Спасибо Ну что же, ребят, таким образом у нас получается, у нас есть пять пар Сейчас ваша задача назвать четыре пары, которые должны жить в городских квартирах Потому что комнат всего лишь четыре, а пар у нас пять Поэтому одна получается лишняя Мы называем четыре пары, начиная с Михаила Терехина Итак, кто должен жить? Короче, я хочу проголосовать, чтобы заселились Александр Задойнов и Яна Потом Глеб остался со своей девушкой Катя Тогарева осталась со своим молодым человеком И Екатерина Колесниченко тоже въехала туда Спасибо, Леша Я хочу, чтобы въехали Саша с Яной Катя с Димой Ребят, такое чувство, как будто, знаете, целыми днями в каком-то институте находитесь На какой-то работе, что у вас процесс такой И вы четыре пары Блин, у меня Маруся бы с трех секунд бы все назвала Сидят Можно сосредоточиться и назвать четыре пары, и все Треугольничек, квадратик, кружочек Все очень легко По пальчикам можно попересчитать, понять Лешенька, сосредоточься, пожалуйста Четыре парочки Я же объясняю Саша с Задойнов с Яной Дима с Катей Глеб остается И Токарев остается Спасибо Бурный аплодисмент Итак, дальше Аня Майами, Токарева, Задойнова и Глеб Спасибо Дальше у нас Должанский Токарева, Майами, Глеб и Задойнов Спасибо Спасибо Дальше Задойнов, Глеб, Токарева, Колесниченко Спасибо Яна Мы Колесниченко, Глеб и Майами Спасибо Ирина Александровна Колесниченко, Катя, Саша, Задойнов, Олег, Майами и Глеб, Клубницкий Супер, спасибо Дальше Лера Токарева, Майами, Колесниченко и Клубничка Дима Глеб, Саша, Я и Олег Так, дальше Катя Мы Кузнецовы, Кривиковы, Задойновы и Клубники Спасибо Дальше у нас Лера Колесниченко, Задойнов, Кривиков и Жемчуговы Спасибо Дальше Владимир Задойнов, Глеб, Токарева и Колесниченко Дальше Дальше Оксана Рязко Так, мы Задойновы, Колесниченко и Майами Так, дальше Глеб Я Олег, Кривиков Потом Саша, Задойнов и Катя Колесниченко Спасибо Майаша Глеб, Клубника Парень справа Мы Мы Колесо И И Токарева Спасибо Кривиковы Кривиковы Клубничка Кривиковы Задойнов и Катя Спасибо Юра Токарева Токарева И теперь у нас живут Глеб с Оксаной Олег с Варей Саша Задойнов И Яна И Вселяется Новая пара Катя Колесниченко И Дима Ребят, я вас поздравляю Теперь вы новые городские жители Это был телепроект Дом 2 Построй свою любовь Спасибо Собирается в клуб Где будет Надя Ермакова Оксана, узнав об этом Закатила Глебу скандал А Олег и Варя Свидетели этой сцены Считают, что с таким поведением Оксана потеряет Глеба Я никого не потеряла, Олег Я тебе еще раз говорю Сколько вы вместе? Скажи мне Сколько вы вместе? 3,5, может Ну вот Сколько уже было измен? Сколько уже было предательства? Сколько уже было стрелы? Я ему говорила сразу изначально Не обманывать Не унижать И не оскорблять меня Чем он тебя обманул? Подожди Он скрыл что-то? Я тебе говорю Я захожу в интернете Он скрыл что-то? Я вижу эту афишу Он мне до последнего не говорил Отчетываться будет Перед каждым своим выступлением Или что? Не перед каждым Подумай с вами Потому что изначально Когда мы сидели Разговаривали Он сказал Я буду тебя брать И посвящать Я буду тебя брать И посвящать Фу просто Позорище Навязчивое Портишь жизнь Просто мужику своему Отчетываться Он за каждое выступление должен Может ему когда звонят Я буду тебя Оксана 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 Олег Не тот уровень отношений у вас Что были какие-то претензии Даже я в принципе Мы полтора-два месяца вместе Я понимаю что в принципе Где-то там поблажь Я не могу пока еще Да ладно Он не просто едет работать Вы кобыли Он не просто едет доработать Он едет к бывшей Та которая приходила помогать Я не могу А что на него претендует что ли Как Лесниченко на него Претендует А где? Претендует Спроси Надь Ты придетешь на моего мужика Ты хочешь быть с ним? Мне интересно что Она тебе взяла и сказала Надь В личной жизни Отношения Ты понимаешь что еще несешь? Нет парня Ребята Как ты думаешь? Я тоже ездила одна Оксана Выйди из моей квартиры Я с Варей Выйди из моей квартиры Я с Варей Вы уйди из моей квартиры Вот это говорю сейчас Твои женщины Варя Прости выкину Сейчас подожди Можете Мне просто интересно Ты у Нади Вот Надя сейчас Увидит Она будет с тобой общаться С тех слов То что ты сейчас говоришь Да мне все равно Она кто мне подруга Кто она мне подруга Ты вот портишь Отношения с уминин Даже которые Ничего на тебя Плохого не сделали Она предложила ему И она сполчала Она для того чтобы Глеба деньги Деньги появились Работа Еще что-то Помогает Чего-то по-человечески В чем проблема На самом деле Фу Вообще я не могу Так она настолько навязчивая Настолько напрашивается И говорят Нет Она не может понять Что это работа Работа Вот один на один Я приезжаю Лично на работу Я не могу Чтобы была девушка моя Или какие-то лишние переживания Что к ней кто-то подкатит Еще что-то Если что-то произойдет Мы неспокойились Она будет дома Либо Не связывайте на себя Не только Глебу Но и Надю Дела позвонила Зачем Если Глеб отказал И не вижу смысла Вообще продолжать дальше Кому-то звонить Я тебе скажу Что проблема может быть Еще во внешности Может быть действительно Ему с ней стыдно идти Да ладно Оксана же так изменилась Ну она изменилась Вот честно я тебе скажу Вот с тобой можно хоть куда-то Вот я бы я взял Потому что ты у меня красивая Ты у меня хорошаешься С каждым днем Я прямо тебя кстати не узнаю Какой-то крем у тебя новый Или что? Нет Все тот же Только Теперь красота исходит изнутри А в чем секрет? Какие-то витаминки прописываешь? Новейшее испанское средство Для красоты и молодости Капсулы Ревидокс Происходит клеточное омоложение Без инъекций Кожа идеальная Без морщинок И после похудения Я не поправилась И это все тоже благодаря Ревидоксу Господа Я Олег Майами С дома 2 А это мое караоке Это мое караоке Я тут король сцены Мое караоке Король сцены Я здесь Вам сейчас Огромный космос Позитива будет От Олега Майами С дома 2 Олешка привет Девочка, ты... Свет, ты здесь кто? Я здесь Алек, в Майами. А это кто? Я тебя узнал. Ты Алена? Я тебя не знаю. Как в туалет пройти? Не могу. Подскажи, как пройти? Я Алек, в Майами. Какой Олег-то? Я не понять не могу. Чего тебе надо, девочка? Я в туалет хочу пройти. Можно? Подскажите, как? Девочка, так ты... Я вас не знаю. В туалет как пройти? Можно? Со мной пойдешь, хорошо? А вы здесь всех в туалет проводите? Я Олег, в Майами. Это мое караоке. И здесь в туалет ходят девочки только со мной. Я не знаю никаких Майами. Очень хочется в туалет просто... Я Олег, в Майами. И в туалет ты пойдешь только со мной. Это мое караоке. Здесь не ходят просто так девушки в туалет, а ходят только с Олегом Майами. Слушай, я тебе скажу честно, я после этого детектора еще даже отойти не могу. Я не видела, как ты нервничал. Я жутко перенервничал. Прямо я такого не испытывал. Причем, знаешь, я был уверен в своей правоте, в своих словах, что я буду говорить как бы, ну, абсолютно как бы уверенные вещи. Я сама рядом сидела. У меня вот эти все штуки... Я сама тряслась. Они просто на все... Они давили? На все точки давят, да, тебя как-то сжимают, сердце колотится, пульс вообще играет. Ну, атмосфера такая напряженная. Я, понимаешь, я в такие моменты, я жестко нервничаю. Меня опять осыпало. Опять прищал? Я опять прищал. У меня только все прошло, понимаешь. Я опять нервничаю. Где, кстати, этот крем-гель, помнишь, который ты мне советовала? Для России. Я его, кстати, для тебя купила. Для той чисельной кожи самое то. Я его на себе испытала. Вот крища очищает кожу, не сушит ее. Только это у меня забота. Ну, а кто тебе еще позволит, кроме меня? Я еще лосевинку тебе куплю потом. Буду пользоваться каждый день. Да. Хлеб, я не буду прищалом у тебя. Да. А ты будешь прищалой. Давай поменяемся? Нет. А? А ты уже встречалась с прищалой. Давай я тоже хочу с прищалой встретиться. А где я была прищалой женщиной? Нет. Теперь будет. У тебя, на самом деле, тоже есть причина спине. Я тебе ничего не рассказывал. Нет, у меня прищей на спине. Жива, тогда интересно, можно как спину мазать мне? Ура. Олега не попытаешься вернуть? Нет, зачем мне? Если сам прибежит. Ну, это уже его проблемы будут. Я вот, знаешь, вчера у меня было такое, что действительно, там, вот эта тема настройки. Мы когда поцеловались, у меня такая сразу тоска, так как Олегу захотелось. Я рассказала об этом Диме. Правда, моя ошибка, что я рассказала ему уже после стройки сегодня. И я, ну, посоветовала с Ириной Александровной, что вот это нормально, как делать, что делать. Вот. И мне как-то он каким-то был чужим. А когда вот начинаешь там привыкать, допустим, объятия, вот это более на другой уровень выходишь. Не просто общение, а вот это тепло, ласка. Уже по-другому абсолютно воспринимаешь парня. Начинаешь его узнавать. Я смотрю, он говорит хорошо, на лоб он так ответил. Пускай он не это, не хамло, не орёт. Ну, нет такого, что он, допустим, чик и замялся. Вот так, по-нашенски, по-омнесски. Катя и Дима заняли свободные апартаменты. А Саша и Яна заявили, что хотят заехать в квартиру, в которой уже живут Олег и Варвара. Из-за этого между ребятами возник серьёзный конфликт. Почему мы не можем понимать именно эту комнату? Потому что вы заселились в город, и в этой комнате сейчас живут Олег с Мариной. Ну, а почему мы не можем поставить вопрос, наверное, ну, кто хочет в этой комнате быть, кто достойный. Есть свободные комнаты, ребят, возле парня. То есть вы хотите довести этот вопрос до голосования? Почему бы нет, да? Я предлагал разные варианты. Я могу, а, голосование, может, какой-то конкурс строить, там, новоселье, не знаю, элементарное. А зачем устраивать конкурс, если есть свободная городская квартира? Да, что она, понимаешь, она, согласен, что она есть. Но ребята уже живут здесь, вы считаете это нормально? Ну, а почему бы нет? Это вообще не по-человечески. Почему нет? Я, скажите, честно, не вижу, не верю, честно, в искренние отношения этой пары. Я вижу, что у них постоянно склоки, скандалы, какие-то ругань, которые постоянно грязь в этих отношениях, понимаешь? И грязные отношения в чистой комнате, я считаю, они недостойны. А чем грязная другая комната? Это говорит пара, у которой девушка два дня назад вещи собирала и уезжала. Саш, вы стабильная пара. А, Пань! Может, в свадьбе дело идет, или что? Пань, слушай, твой парень ходит на левый, на правый. Да, вчера детектор показал, вчера детектор показал. Давай будем узнавать еще, чем Саша в Ярославле занимался, чего это подняло. Давай, давай. Не заплачь, пожалуйста, да? Да, да, Олег. Объективное мнение просто, да, я тебе, во-первых, я тебе объясню так. Я хорошо общался с Сашей очень, да, я его поддерживал всегда, там, где ему. И я, в принципе, не понимаю, как вообще, в принципе, можно вот так вот просто ради какой-то игры, ради какой-то движухи или провокации приезжать сюда и говорить о том, что, Олег, как бы, давайте, собирайте вещи свои. Одно, он пришел ко мне в комнату и сказал, Олег, пойдем поговорим по-мужски, слушай, мне нравится комната, я как хочу, давай, мы хотим по пороге презентовать. Что за бред? Они пришли в комнату, давайте, собирайте вещи, уберите перед нашим заездом. Да, фу таким людям, просто, фу таким людям. Фу, все скажи проще. Вы ведущие, вы ведущие, Оль. Посмотри, ты что стрелки вообще стрелки. Давайте, о ту комнату мы еще хотели, говорили о том, когда мы... Пролетели вы. Ребята, позади ребят туда, элементарно так же мы голосовали за них, чтобы они заехали именно в эту комнату. Я вселил ту пару туда, понимаешь? Ты вселил, благодаря тебе они здесь. Благодаря мне они там. А возьмите третий в ведущем парня? Мне там же. Я кидал монетку, понимаешь? Объективно. Подожди, хорошо же, Олег, секундочку. Нет, просто ты вот почему удивляешься, что тебя выселяют, да, а того же Майами не выселяют? Я не удивляюсь. Я знаю, почему меня выселили. Почему? Я знаю, потому что тебе нравится Юра, вот и все. Ты сама говоришь, что тебя Юра раздражает, Катя? Да, я говорила. Ну? А почему вы тогда переезжаете не в отдельную комнату, а по разным спальням? Пять дней назад говорила, что я не говорю. А почему ты говоришь, что вы переезжаете в отдельную комнату? Может и не переезжаем. А что сразу же может? То есть до этого ты говорила, что ведущих пугало тем, что вы по разным спальням? Мы еще не разобрались. Ну для того, что мы не хотим обустроить комнату наверху, мы хотим сразу претендовать потом опять в город. Так ну можно обустроить на неделе ее. А я не хочу. Я уже обустроила в городе на неделю и опять съехала. А где гарантия того, что вы будете неделю жить по разным спальням, и коллектив тебя вряд ли заселит на следующей неделе в город, Катя? Не заселят, значит, заселимся здесь. Я не понимаю, к чему ты вот сейчас говоришь, Юра, искренне, неискренне. Да, у нас проблемы в отношениях. Почему проблемы на начальной стадии, в течение недели отношений? Это нормально. Это не притирка. У нас притирка. Катя, притирка была бы, если бы на бытовом уровне, но не притирка отношений с бывшего мужа. Хорошо, я понимаю, если бы это не устраивало бы ни меня, ни Юру, тогда можно было бы со стороны говорить, какая у вас такая, так устраивает тебя Юру. Слушай, когда ты даешь совет и венцию, не говоришь об этом Юре, Юра говорит, идите в жопу тебе, на лобном. Юра, тебя устраивает? Да, я уже это отвечал. Ну зачем ты? Я уже четвертый раз за сегодняшний день отвечал. Да при чем тут Лера? Сейчас я такого себе не позволю. Простите, после момента волшебства ты кричала о том, что ты не поедешь в городские квартиры, звонила ведущему и сказала, что ты секс-рабыня, которая бесит Юра, и ты не хочешь уже с ним жить. Ты хотела либо его оставить здесь, либо сама уехать, или наоборот? Нет, просто я показывала свой характер, который ему нравится. Вот и все. Расскажи мне, пожалуйста, Саша, для чего ты заехал в городские квартиры? Я же объяснил. Я хочу больше выйти на новый уровень отношений. С Яной? С Яной, соответственно, да. Ну выходи в красной комнате. Согласен. Может, вообще не получится? Попосадься, может, просто переехать туда, может, вы не хотите там жить? А? Олег, ты что я не пойду? Ты что ты достаешь? Я с тебе носом гни в голову, понял? Что ты агрессиваешь? Что ты агрессиваешь? Что ты агрессиваешь? Ты своей картой, понял? Ты че изображаешь? Ты че изображаешь? Ты че изображаешь ее? Тише, показалось. А? Если я на гноз в голову, придурок, понял? Выбирай выражение моей женщины, че нет? Ты еще раз говорю. Вы готовы испортить отношения из-за комнаты, Саша? Я не картавил ее. Я не картавил ее. Ты меня понял? Слышь, ченок, я не понял. Саша, когда ты говоришь, что ты продал Баню в Майами, ты считаешь, не оставляешь? Ну, когда ты ее передал, там... А что я так же сделаю? Баню передал. Слышь, а что, я вечером... Оль, приехал ради Игличева, я ее передал. Пришел и бросил сюда. А что, я не передал, что ли? Оль, я таким же образом... Я таким же образом передал Яну Саше, ну, если так просто говорить об этом. Нет, вот сложившаяся ситуация, то, что вы собачьтесь друг с другом, что ты ругаешься с Олегом, Варя ругается с Яном. Тебе комфортно в этой ситуации? Я хочу жить в комфорте, так же, как и она не хочет жить красной. Почему она боролась в свое время с Токаревой за эту комнату? Какая разница? Какая разница? А вот мы тоже хотим там жить. Потому что они все угодно, и мы выбирали того, что есть. Еще когда жила там Фефелактова, Евгения, я говорил, то, что вот они поедут на декрет и уйду, уйду. Давай тогда начнем с того, что когда мы жила, мы с тобой вместе были, мы вместе хотели претендовать в эту комнату. Я говорю просто в эту комнату, говорю, заеду я. Вот я свою... Сваренчик хотел тебя приезжать. Сваренчик. Мы с тобой тогда в этот момент, иначе переворачивали. Не гони. Оль, смотри, я тебе просто объясню. Смотри, вот мы живем в своей комнате, мы населились. Там уже наша ауна, наша обстановка. И ради вот прихоти ребят, которые приезжают сюда, имею еще выбор, да, две комнаты есть. Да вы там палец в палец не хотели. Ради их прихоти, вы должны свои вещи собирать, я звонить. Я даже подумать не мог вообще. Для меня человек, говорит, действительно близким на проекте. Сначала Глеб, который меня поставил, а сейчас Саша в такой ситуации представляет. Но видишь, он тебе говорит, ты что не знал, что я хочу в эту комнату? Давным-давно. Какая разница в этом? Я сейчас понимаю одно, что сами прийти к какому-то общему знаменателю вы не сможете. Лера Мастерко собирается отпить парня у своей лучшей подруги Кати Токривой, обвиняя ее в том, что она не ценит свои отношения с Юрой. Кате очень неприятно поведение Леры, но такое предательство настолько шокировало ее, что Катя не понимает, как себя вести. Катя Клесниченко заселилась с Димой Кузнецовым в городскую квартиру, но не скрывает, что до сих пор испытывает чувства коллегу Майами. Дима обещал Кате, что поможет ей справиться с безответной любовью и сделает ее счастливой. Но как только Катя оказалась в городе, Дима почему-то начал ее раздражать. С утра вот этого всего фигни вот этой не было, а сейчас у меня начинается метание. Ну вот такие нервные, ты знаешь, ты что-то хорошее делаешь мне, а, а, ты где-то что-то косякнул, у меня прям вот так, знаешь, я психую. Просто мне сейчас у тебя поддержка нужна. Ты когда начинаешь вот, я не знаю, вот, я не знаю, что тебе надо делать, я не знаю, как надо делать. Я понимаю, тебе тоже непросто, ты там, грубо говоря, там на проекте сколько, да, тут чьи, городские квартиры, какая-то движуха непонятная. Я тебя прекрасно понимаю, но просто у меня сейчас вообще просто в голове полное говно. Ну, ты расскажи, что я тебе говорю. Меня бесит, что ты не принес, допустим, сумки снизу, почему я что-ли должна сказать, понимаешь? Ты вот такой немножко медлительный, а я… В смысле, подожди, я тебя спросил, когда мы перенесем сумки, ты сказала, попозже, вечером, потом как-нибудь пойдем. Попозже, вечером магазин. И сумки, ты про сумки тоже самое сказал. А разбирать их не надо, по-твоему? Ну, в смысле? Во шкафа. Это я понимаю. А что ты не принес? Подожди. Вот понимаешь, у меня такая тема. Ты ждешь от меня указаний? Да почему тут указаний? Ты сказала попозже, но попозже, так попозже. А тебе не надо разбирать вещи? Ну, мне там разобрать вещи недолго. Ну, ты же можешь подумать своими мозгами, что… Извини, я не хотела грубо выразиться, но что по дороге домой нам продукты надо купить, об этом не я должна думать, а мы вдвоем, чтобы мы не доедали за кем-то объедки, понимаешь? Что сумки, если бы мы приехали, их все-таки… Вот мы зашли все вместе, поговорили, все, теперь надо заносить сумки и разбирать вещи. Можно подойти и сказать, Дим, пойдем сумки занесем. А почему я должна подходить и говорить? Тебе это непонятно? А почему ты не должна этого делать? А почему ты не должен сам до этого додуматься? Почему тут советоваться? Давай советоваться перед тем, как в туалет ходить. Можно? Ты что-то вообще небо и земли сравниваешь? Я, блин, блин, прости. Да почему тут прости? Все хорошо, все устраивает, а любви так таковой и нету. Ну, скажи, в этом мы виноваты. Вот скажи сам, скажи, мы в этом не виноваты, правильно? И девушки наши в этом не виноваты. Такие или такие? Длинные. И девушки в этом не виноваты. Блин, я тоже, бывает, задаю вопрос таким же. Почему? А на самом деле, если так уж говорить, все, ты можешь жить с девушкой, она у тебя молодец, готовит, хозяйство, все, достойная, красивая девушка. Да, у вас, в принципе, все хорошо. И может просто появиться какое-то непонятное. И она может быть нехозяйственной. Ты понимаешь, о чем мы тебе говорим? Нужно жить сегодняшним днем. Я думаю, об этом просто думать не надо, Гельбасик. Об этом нужно просто не думать. Появится, значит, появится. Не появится, значит, то и сейчас хорошо, замечательно. Зачем мы в этом? Чеснок. Да? Все пахнет. Ну ты не забывай, что так же мы с тобой, что ты, что я довольно-таки склонно, понимаешь, очаровываться и прям... Брат, ну я ищу положительный момент, понимаешь, я всегда ищу плюс. Саш, слушай, мне не нравится такие разговоры. Ты куда вообще несешь? Куда тебя несет? Вот видишь, почему мужские разговоры нельзя вмешиваться, дорогая моя? Что я не так говорю? Куда тебе несет такое ощущение, как будто, знаешь, я тут стою вообще, не пришей, как бы лихвост, знаешь, так вот, чтобы она убирала, стирала, вот там вот лик полежала, подела, а я так, знаешь, ну если она пойдет, ну ладно, давай, иди пока. Катя, мне не нравятся такие разговоры. Ты не понимаешь сейчас меня, вместо того, чтобы орать на меня, меня можешь выслушать, понятно? Ну как будто. Так ты говоришь, что ты ему нравишься, может быть, все-таки он тебе нравится? И он не нравится. Так, а почему ты не начала разговор с этим? Начала мне про Венца, про Джину, про всех подряд. Мне нравится, и я вижу, что он тоже ко мне тепло относится. Так ты же говорила, что ты не будешь у подруги отбивать, парня. Просто стоит ли игра свитч? Да, слушай, стоит. Я за свое счастье, да. Мы уже живем, у нас уже все хорошо. Ну что? У нас уже был совместный быт, совместное волшебство. Да, если бы ты выразила бы симпатию намного раньше свою, тогда, когда бы он пришел, допустим, и мы бы вдвоем соперничали, это одно. А так мы уже как бы намного ближе друг к другу. Нет, ну мы как раз таки было бы ужасно, если бы ты с ним не попробовала. Я, в принципе, не осуждаю тебя, да. Я тебе не могу запретить, чтобы мой человек тебе тоже нравился. Это нормально. И я говорю, спасибо Лере, что она хоть честно в этом призналась, а не стала, допустим, там, флиртовать, как-то давать какие-то двойные намеки, что он тебе нравится. Я бы говорила, Лера, что ты делаешь? А ты честно призналась, ты молодец. Но поскольку ты делаешь все специально и в течение недели ваших отношений делаешь какие-то проверки, я сказала, да, мне нравится. А мужик, как ребенок, он любит там, где ему хорошо и комфортно. Хорошо, Лер, ему сейчас комфортно. Да? Да. И поэтому он такой загнанный. В чем он его загнанный? И поэтому, когда он видит меня, он всегда радуется. Даже если и я тебя поддерживаю, и он общается якобы со мной из-за того, что я даю совет, да дело даже не в этом, потому что он… Вы общаетесь исключительно по поводу меня. Ой, да ладно. Я видела ваше общение по эфирам, и он мне рассказывал, он говорит, я рад Лере, что она молодец такая, ну, подсказывает мне, что, как. Я говорю, ну да, Лерка хорошая девчонка. Сейчас получается все по-другому. Сейчас ты просто, потому что тебе нравится мальчик, ты готова сейчас переступить, да, через дружбу. А зачем ты давала советы, если он тебе нравился? А ты их не использовала. И в таком случае я вижу, как ты свою пару сама разбиваешь, и я сказала, да, мне он нравится. Наверное, если я до их человека, значит, он мне нравится. Но ты же знаешь, что Юра самовлюбленный, который будет ходить по девкам. И чтобы как-то зацепить мужика, можно его и волшебством зацепить. Он не будет ходить, Лерка. Ой, да ладно. Видя Юру, как он по каждой стреляет глазками. Я явилась и говорила, Юра такой классный, в сексе, понимаешь, когда ты меня спрашивала. И теперь ты, получается, все на себя это хочешь взять? Слушай, мне парень нравится, в чем проблема? Я вот задумываюсь, да, и мне вот, честно, мне неприятно, мне очень плохо. О том, что ты говоришь, почему я постоянно думаю о чем-то, да, почему я постоянно расстроена, почему я тебя постоянно пилю тем, что ты ко мне не подходишь. Потому что я чувствую, что у тебя нет ничего ко мне. Уж прямо ничего ты прямо чувствуешься. Прямо вот ничего мне к тебе нету. Ну, на самом деле так и есть. Что так оно и есть-то? Ты сейчас вбила себе в голову какую-то непонятную информацию. Услышанную от Глеба и от меня. Мы с Глебом обсуждали, понимаешь, ситуацию. Я считаю то, что идеальные отношения, это когда в отношениях есть и чувства, и холодный расчет, понимаешь? Холодные мысли, холодные направления. Элементарно. Ты в наших отношениях играешь в основном на чувствах, на эмоциях, понимаешь? Я тебя этим останавливаю иногда, направляю в нужное направление. Если мы будем оба на чувствах как-то действовать и жить, мы идем в дебри, понимаешь? Какие дебри? Саш, ты понимаешь, что люди должны любить друг друга, чтобы не изменять, я не знаю, быть преданным друг другу, быть всегда вместе, дарить друг другу теплую, ласку и любовь. А даю ее только я, но не ты. Да у меня никогда такого не было, чтобы любовь возникала у меня в первый месяц, первые два месяца, первые три месяца. Ой, Саш. Такого никогда не было. Что ты несешь? А-а-а! 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 Нет! 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 Ты больно! Ты больно! Да не занят, Глеб, гол! Ты что? Ты больно! Меня, да! Жена! Что? Что за танцы? Ой! У-у-у-у! На данный этап времени мне с тобой безумно классно. Мне все устраивает. Твое поведение, слов любви я тебе не говорю, потому что, ну, может быть, да, может, я их не испытываю на самом деле. Я не хочу обмануть себя. Нет, Саш, тут не может быть. Подожди, подожди. Ну, не факт, что они могут у меня проснуться, не факт, что они могут созреть, понимаешь, во мне это. Это, может быть, будет чуть позже. Ты не чувствуешь чувство любви у себя ко мне. А я его чувствую, и я себе представляю, и понимаю, что уже проходит два месяца, у Саши нет никаких чувств ко мне. И что, ну, это, ну, это уже как-то ненормально. Это просто либо просто перевалочный пункт, я... Какой перевалочный пункт ты поднесешь? Либо просто ну... Не, я не собираюсь тебя предавать, унижать, как-то изменять, баб себе искать, потому что ты мне даешь все, понимаешь, все, что нужно мне от женщин, а ты мне даешь это. Подожди, стой, вот, допустим, будет такая ситуация. Приходит к тебе девушка. Дальше что? Ты влюбляешься, бывает такое. Вот что ты будешь делать со мной? Я не знаю. У меня ж такого не быть. Такого, может быть, не быть. Куда я знаю. Ну, я тебе задала вопрос, ты можешь на него ответить? Первая мысль возникла, я бы ее чпокнул. Первая мысль мне возникла. А вот видишь, если когда человек любит, он только у него мысль такая не возникает. Да-ка я что, говорю о любви? Вот поэтому я не хочу. Что ты не хочешь? Я не хочу, чтобы жить с человеком, который меня не любит. Ты понимаешь? Да. А мы снегом обкидывались, прям жестко, заклепывал. Прямо набрали ведра снегом, я просто кое-что делаю на крыше, и там ведра снега были, мы набрали, и, короче, начали обкидываться. Я думал, почему грязно. А потому, что этот медведь сюда со снегом залетел. Вообще, честно, люди с прыщами не заходят в комнату, это вообще исключение. Говорит Олег. Ничего, что мальчонки стригли, и не случайно машинкой дернули, и по лба отфигачили, в смысле. Ничего смысли, в смысле, когда человек мне, который, в смысле, с полулобом постригом говорит, что-то говорить. Ты как Катя Колесниченко. А я показываю, мне показывается, как колесо. А что я не понял, заигрывалось? Какие? Ну, с Глебом. Просто снегом обкидались, и все. А кто тебе вообще, ну, как бы, я пойду сейчас с колесом покидаю снегом. Как написано, ты смотришь? Почему здесь колесо и вообще, Глеб? Ну, почему нам не пойти с Катей, и сейчас снега не побросаться? Нет, почему нам прямо сейчас не поискать, снега не побросаться, действительно. Привет, ребята, как дела? Чувствуете себя вот так, как дома? Ага. Еще пока нет? Ну, еще пока нет. Ничего, что я пришел к вам? Да нет. Дима, ничего, что я пришел? Да нет, нет. Да что я вообще, то есть, без каких-то там, ну, лишних мыслей там, ну, злых намерений. Да я вообще не знаю, что ты так себя вел. Да я с ней, это Варька меня просит так себя вести. Я-то, знаешь, хочу дружить с тобой, с Димой, вот, чтобы мы дружили все командой. Да я даже считаю, что, а зачем ты бреешь лоб? Это мне пришлось, кажется, колесо. Нет, я говорю, вот, убери немножко, и все, закосячь, чтобы пришлось все выбрать. Слушай, вот надо было так прикалываться, сам теперь ты к ним ходишь. Я-то отросла. Да пофиг. Ну, вы там что как? С квартирами? Слушай, ну, честно, меня не устраивает все, что происходит, честно. А что происходит? Ну, переезд. Ну, вот, понимаешь, ну, то, что вот это делается все на комнату. Ты просто пойми одно, что по правилам, конечно, свободная комната для свободных пар, занятая комната, это как бы ответный плод. Но как парень себе выбирает самую красивую, самую лучшую девушку, так и любая пара достойно себе выбирает самую лучшую комнату. Понятно, кажется. Ну, хорошо сказала. Ладно, Каль, до скорой встречи. Ну, не исключайте, ребята, строите любовь, занимайтесь волшебством. Совет, советчик. Меня все устраивало. Тебя не устраивает. Значит, я не твой пассажир. Понимаешь? Нет, это, наверное, не я твоя пассажирка. Так меня-то все устраивает. Тебя бы еще не устраивает. Понимаешь? Тебя любят, тебя благотворят. А тебя не устраивают. Тебя любят, тебя благотворят и тебя, как мужика, носят на руках. Но ты, в свою очередь, как девушку, меня на руках не носишь, не боготворишь. Понимаешь? Поэтому тебя все устраивают. Потому что тебя носят на руках, любят, уважают, ценят. И делают для тебя все, чтобы ты не захотел. Вообще, по твоему взгляду я понимаю. Ты, в свою очередь, что делаешь для меня? Что? Живу. Не нравится? Я тебе еще раз говорю. Просто вот так вот, да? Просто. И сказал, что мне хватило в своей жизни от этой любви, каких-то безответных, об безбашенности. Мне так интересно. Ты говоришь, ты в своей жизни налюбился и все остальное. А я теперь должна страдать от того, что ты налюбился. А чего ты страдаешь-то? А меня теперь не будут всю жизнь любить. Потому что в свое время Саша налюбился, поунижался, понаделал всего, чего можно. Теперь я должна от этого страдать. А что, ты страдаешь от этого, что ли? Да. Ты сама поднимаешь эту бучу беспонтовую, которая «Ты меня не любишь!» Да господи, да и срать! Если бы я любил человека, мне срать любят, а он не любит меня! Мне бы все равно! Потому что ты мужик! Потому что я люблю, и я даю тебя безвозмездно! Потому что ты мужик, а девушке хочется, чтобы ее любили и носили на руках. Понимаешь? Какие-то ее действия. Почему я тебя как мужика ношу на руках? Все для тебя делаю! Все! А чего они делают для тебя? А ты ничего не делаешь! Что я для тебя не делаю? А что ты для меня делаешь? Что? Перечислить сначала то, что ты для меня делаешь! А я не буду ничего перечислять, еще раз тебе говорю. Ты скажи, что я теперь не делаю. А что ты для меня делаешь? У меня потому что нечего перечислить. Что ты для меня делаешь? А, я живу с тобой. Тебя уважаю. Тебе даю защиту. Тебе даю опору. Тебе даю на будущее какие-то планы совместные. Даю также надежды на лучшее будущее. Понимаешь? Где чувства? Типа, да своими чувствами. Сейчас вас, блин, что значит где чувства? Чувства не возникают, когда все уже стаканено, понимаешь или нет? Я хочу, чтобы меня мужчина любил. Да полюбит тебя мужчина, если ты не будешь таким мозги выносить постоянно. Мне тяжело, если я говорю ничего не было. Сейчас начинается. И меня, я не знаю, у меня идет к тебе, извини, отторжение. Я не хочу этого, Дим. Я понимаю, что мне с тобой вчера было хорошо. Я понимаю, что я хочу быть с тобой. Я понимаю, что ты там был другой. Ты здесь какой-то сухарь. Как я? Ты что за глупости говоришь? Мы только приехали, еще до двух часов, трех не провели. Я вот сразу поменялся. Вот. Да и такого не бывает. Вот я не знаю, Дим. Да не бывает такого. Это у тебя в сознании, ты хочешь меня видеть таким. Что я вот стал сухарем, а вот Олег там... Нет, я хочу тебя видеть другим. Я хочу, чтобы ты уделял мне больше внимания. А ты его не уделяешь. Ты ходишь, шарики разрезаешь. Мне вообще на какой-то момент показалось, что я... Извини, пожалуйста, не обижайся. В доме для слабоумных. Зачем эти шарики разрезать? Что за бред вообще? Зачем шарики лопать? Я вот этого не поняла. Чтобы их выкинуть. Я выбираюсь так, как я хочу. Почему я должен под тебя подстраиваться? Дима, не делай так, делай вот так. Это тоже неправильно. Дим, я не знаю. Мне просто тяжело. Я не могу. Я сама вот просто не могу. Это ты сама заморачиваешься и срываешься на меня почему-то. Не знаю, почему на меня это происходит. Потому что ты рядом, поэтому и на тебя. Ты не даешь мне это, ну, как бы... Катюль, это что? Не знаю, почему я плачу. Малыш, это что? Мне просто язык не поворачивается тебе говорить про какие-то свои эмоции там к другому. Понимаешь, я считаю, что это бестактно. И вообще я бы не хотела в свой адрес такое слушать. Нам, по сути-то, нам нужно вот откинуть это прошлое, да, прошлое. Начинать строить будущее. Мы не должны вот закопаться в этом прошлом. То мы сейчас туда поглянемся, в эти проблемы. И будем разбираться в них вдвоем. Нам нужно какие-то свои эмоции новые там. Воздушные замки строить. Ну, я так считаю. Переходим к следующей теме, тоже городская у нас. Образовался у нас, оказывается, четырехугольник. Катя Колесниченко, когда переезжала в городские квартиры, говорила о том, что хочет проверить свои чувства коллегу Майами. Ну, получается, проверила, да, Катя, и оказалось, что все-таки чувства есть. Ну, я поняла, что чувства не прошли. Что мне тяжело устроить отношения с другим парнем, когда просто все твои мысли и все твои вообще просто сознание занимает другой. Ну, Дим, как ты себя ощущаешь? Я знаю, что у Кати есть какие-то чувства к Олегу. То есть мы приехали, дабы быстрее решить эту ситуацию. На поляне она могла бы растянуться, да, и какие-то встречи, взгляды, да, они бы в любом случае были. Да, но здесь со стороны только Кати эти чувства и взгляды, или, Кать, ты чувствуешь, что как бы Олег тоже, в принципе, неравнодушен? Не знаю, я просто вот, ну, я вижу, что это взаимно, и я даже не вижу, что там, допустим, ну, что я там гораздо больше чего-то испытываю, чем Олег. Ну, может, это мой сам обман. Понятно, спасибо. Олег. Ну, Димке сочувствую, что? Ну, у меня вопрос к тебе, ты-то сам что испытываешь? Ну, а как это повлияет на тебя сейчас? Не, ну, интересно мне. Ну, я уже неоднократно говорил, что меня закончились чувства, Кать, ничего не испытываю. А ты, конечно, кого хочешь, можешь обманывать, ты меня не обманишь. Ну, Кать, это всего лишь твои какие-то предположения, твоё видение. Твоё видение. Кать, ну, что делать-то будем? Объясни мне, пожалуйста. Вот сейчас ты говоришь, чтобы вернуть Майами, или что? Или тогда скажи, что Диме нужно делать, чтобы тебя завоевать? Мне сейчас тяжело, и мне вот очень важно, эта поддержка важна, точнее. Если я как психопатка, то смеюсь, то плачу. Я хочу построить отношения. Что Дима должен сделать, вот я хочу понять? Должен делать так, чтобы быть, ну, я не знаю, на высоте. Чтобы он не проигрывал на фоне Майами. Я правильно тебя понимаю, Кать? Потому что смотришь на них двоих, сравниваешь, и понимаешь, что Дима откровенно проигрывает. Дима просто, он понимает, он замыкает. Здесь проигранность в том, что у него остались ещё чувства. Нет, Дим, нет. И всё, а не в том, что я там хуже или лучше. Нельзя людей сравнивать лучше или хуже. Все люди разные. Но даже вот сейчас видно, как Дима оправдывается. Он в первую очередь защищает себя. Дима в данной ситуации просто заботится о себе. И никакой уважающий себя мужчина, у которого на самом деле есть чувства к девушке, ну, так спокойно не сидел и не рассуждал бы здесь, когда Катя там вот так вот гладит твоего рук, говорит, у меня остались чувства к Майами. А Дима сидит ему пофигу. Он понимает, что он, ну, сейчас он в центре события. Его это устраивает. Поэтому я не считаю, что Дима здесь как-то унижен, потому что у него нет просто чувств к Кате. А Катя на самом деле что-то испытывает в Майами. И Майами дает какую-то надежду как бы всеми своими действиями, потому что он человек такой любвеобильный. Он не может сосредоточиться на одной девушке, там вот Варе. У него рядом ряска, он там ряски уже тысячи раз что-то сказал. И рассредотачивается. Поэтому здесь надо Варе предъявлять уже Олегу, что ну хватит уже флиртовать с Катей. И тогда это может быть прямо закончится. Ты как на это все реагируешь? Ну, если честно, я вот смотрю на Катю, может я одна слепая, может я только хочу это видеть. Вот это, актрису погорелого театра, я люблю, не могу. Ну, только я, наверное, вижу. Ну, это смешно смотреть на нее, то, что она сейчас делает. Все посмеялись, как Катя начала что-то говорить. Ну, смешно не смешно, почему ты тогда ревнуешь? Ну, тебе не было без разницы, ты не переживала. Не провоцируешь, говорю, для чего, говорю. Я на это не поведусь больше, мне это не интересно. Варя, а у меня еще такой к тебе вопрос. Вот ты чудесно сегодня проводила время с Глебом. Например, снежки играла, еще что-то. Может быть, тебе это на руку, что иногда Олег может отвлекаться на Катю, и тогда спокойно ты можешь порезвиться с Глебом. Да нет, мы просто начали кидаться снежками, но ты просто как бы играла. Ну, Олегу, насколько я понимаю, это очень не понравилось. Да, просто хотелось, пользуясь случаем, пригласить Катю покидать с ней снежки на крышу. Да, что ли? Ладно, хорошо. Давайте все-таки поляна, теперь поговорим о вас. Итак, сегодня на поляну приехали Катя Токарева и Юра. Больше всех их ждала Лера Мастерко. Лер, объясни мне, пожалуйста, ты хотела открыто заявить о своей симпатии и сказать, что Юра хочет быть с тобой. Почему ты считаешь, что это не подло, если Катя является твоей подругой? Ну, я считаю, было бы подло изначально, если бы я отговаривала Катю от отношений с Юрой. Когда я давала советы, Катя не использовала их нужное русло, и сейчас я признаю о симпатии, в чем проблема. Так, давай спросим у Кати, есть ли проблема или нет? Кать, ты как считаешь, есть проблема? Ну, просто, если бы была бы, ну, был бы другой человек, да, не Лера, естественно, я бы уже там по башке бы настучала и оскорбляла. Просто для меня этот человек за все это время был дорог, да, как в конфликтных ситуациях мы вместе были, как и в хороших ситуациях мы все время были вместе. И для меня, как бы, немножко сейчас такой пока ступор, да, и мне, конечно, неприятно. Я считаю, что мы с ней полные противоположности, и я не ревную Леру, да. Вот так ты же стала запрещать его. Я ревную его к такому типажу, как Наташа Картамышева, вы помните, дикая у меня была реакция на нее, Аня, вот девочка, Колесниченко, допустим. Ну, на каждый товар есть свой купец, и я просто считаю, если Юра выбрал меня, да, брюнетку, как бы, ну, другого типажа девушку, то, ну, не знаю, ему вряд ли может понравиться Лера. Хорошо, но несмотря на все эти разговоры о том, что ты говоришь не типаж и так далее, Юра сегодня четко дал понять, что даже если ты запретишь общаться Юре с Лерой, то он все равно будет с ней общаться. Да, единственное, мне вот было непонятно, мы как бы с Лерой сегодня, ну, поконфликтовали, да, Я сказала, Лер, значит, мы прекратим с тобой общение до тех пор, пока я, ну, не пойму вообще, что происходит, да, и если ты отступишь от симпатии к Юре, тогда мы будем с тобой общаться. На что Юра почему-то говорит... Я этого даже не слышал, даже мне не говорила. Хорошо, но почему-то Юра приглашает Леру на чай, все, весь коллектив понимает, что мы с Лерой сейчас конфликтуем, у нас напряженные отношения, он говорит, ну, вы же дружите, вы же подружки. Лера, объясни мне, пожалуйста, а вот ты под этой ситуацией как понимаешь, что Юра должен бросить Катю и быть с тобой, но вы будете продолжать дружить с Катей? Или это все происходит ценой дружбы? Или как? Или ты будешь любить его на расстоянии? Катя сама портит эти отношения свои и дает понять мне о том, что у них ни шатка, ни валка. При переезде на поляну они будут жить по отдельным комнатам, не заселяются в другую отдельную. Вот и все, и я вижу, что она его ни во что не ставит, принижает, и в течение недели проживания в городских квартирах он стал какой-то озлобленный, затравленный, и все воспринимают в штыки. Лерочка, ну ты не ответила на мой вопрос. То есть ты готова пожертвовать дружбой? Ну, потому что в приоритете отношения. Спасибо, Лера. Юра. Хочется понять, почему вы не заселяетесь в комнату? И зачем тебе вообще вся эта история? Почему ты просто не откажешь Лере? Ксюша, на самом деле, почему мы не заселяемся? Мы думаем, мы сегодня рассуждали по этому поводу, и вот сейчас у нас еще есть время. Вполне возможно, что мы заселимся. Я не хочу заселяться. Он мне предлагал Юра, я сказала, что я не хочу. Почему, Катюш, ты вообще как-то странно ведешь себя в этих отношениях? Ты какая-то вообще странная. Я еще раз говорю, я запуталась, я запуталась. Мне не нравятся ситуации с Лерой, с Юрой. Совсем вместе. Я запуталась, я устала. Все, я хочу побыть без Юры. Все, без Юры. То есть он вообще не нужен. А ну объясни сейчас всем, что ты хотела сказать этим. Я хочу подумать вообще. Мой ты человек или не мой? Что значит подумать? И твой человек или нет? Хочу подумать. Ты что, ты говори напрямую. Я не хочу заселяться. Причем тут не хочу заселяться? Ты говори напрямую, что значит мне не нужен этот человек. Как, в каком смысле я тебе вообще не нужен? Потому что ты меня не понимаешь. Ты видишь, какая у меня с Лерой напряженная ситуация. Понимаешь? Я хотел с вами поговорить после лобного с обеими. Так почему ты не поговорил? После лобного с обеими. Ты говоришь, блин, приходи к нам на чай. Знаешь, какая у меня с ней ситуация. Ты не сумел нас не помирить. Весь коллектив видит, что мы с ней поругались. А ты говоришь, а вы что поругались? Я тебя еще раз говорю. Что ты орешь? Ты не чувствуешь меня. Что ты орешь? Ты не чувствуешь меня, Юр. Не ори. Я сказал, после лобного хотел поговорить с вами обеими. Так почему ты до лобного не поговорил? Короче, ты можешь ответить напрямую? Я могу ответить напрямую. Что значит, мне не нужен, пока Юра, пока не нужно, знаешь что? Все, все, все. Юра, на самом деле тебе решение принимать. Тебе уже несколько раз за лобное место сказали, что ты не нужен, да? Тебе это все нужно или как? Слушай, я терпеливый, я хочу добиваться этой девушке. Я думаю, мы еще поговорим по этому поводу. Спасибо. Катя, ты, конечно, разбирайся в себе, но в любом случае, я не считаю, что ты правильно поступаешь, вот так кидаешься в молодым человеком. Может быть, ты действительно не чувствуешь от него, что должна испытывать. Лере тоже желательно разобраться в себе, и вообще это такой опасный треугольник, потому что тут замешана еще и дружба. Ну что же, разберемся, поживем, увидим. А это был телепроект Дом-2. Построй свой любовь. Спасибо.